В общем, всем добрый вечер. Я очень рад, что вы смогли сегодня зайти на это мероприятие. Меня зовут Валдис, и я рекомендую защитную организацию «Юмон Константа». И есть несколько разных для меня вещей, которыми я хотел с вами поделиться. Первый из них – это то, что мы четвертый год подряд, например, я принимаю участие в организации проведения недели в просветительских действиях в Беларуси против расизма, дикиминации и ненависти. И в этом году очень много организаций и инициатив к нам присоединились для того, чтобы пытаться говорить об этой проблеме, привлекать мне внимание, говорить об отдельных аспектах, проявлениях и проблемах, которые она несет, они несут для общества и для каждого индивидуа. В частности, вторая радостная вещь – это то, что у нас уже получается такая своеобразная традиция проводить здесь, в этом прекрасном пространстве, пункт встречи с выдающимися людьми, с представителями своей профессии. Это сегодня уникальнейшее. Предыдущие ораторы и спикеры нашей гости не заявляли о своей друговой идентичности, которая выводит их за рамки понимания человека. Сегодняшний спикер. Я очень рад, что у нас очередная будет встреча на очень важную для нас, например, тему. И третья радостная для меня вещь, что именно сегодня будет встреча с социальным философом, международным правозащитником, заслуженным драконоведом и научным руководителем Международной школы прав человека и гражданских действий Андреем Нуровым. И в частности сегодня мы предложили организовать встречу и попытаться вообще подумать, поговорить о том, а зачем вообще нужен расизм и все, что связано с этим. Я предоставляю слово Андрею. Формат Андрей самоговорит о том, что это необычная встреча, где вот есть лекция, и вы пришли, послушали, ушли или не ушли. Да, возможно, остались на месте. Может быть, перестали быть людьми или стали более чем... В общем, Андрей. Да, спасибо. Ура. Да. Как было в объявлении сказано, это экспром-беседа. То есть я вообще понятия не имею, о чем я буду говорить. Это я совершенно серьезно говорю. Есть некий план, который вы, наверное, читали, опубликованный, но я даже не помнил, что там написано, поэтому попросил Валдиса просто написать его. Ну просто, чтобы на всякий случай. Мало ли, вдруг люди захотят на эту тему что-нибудь послушать, а я даже не помню, на какую. Поэтому я на всякий случай, значит, вот он любезно мне все выписал. Вот. И это совершенно серьезно. Серьезно в смысле то, что я не знаю, о чем я буду говорить. Потому что говорю я обычно о том, о чем хотят меня слушать те, кто пришел. И в этом смысле, конечно, несчастные юзеры, которые будут смотреть это все когда-нибудь, даже сегодня, может быть, в прямой трансляции, или завтра, или послезавтра, или через 10 лет, или через 40-50 лет пересматривать. Это выдающееся событие, которое, собственно, войдет потом в аналы историй, многочисленных историй. Они, к сожалению, лишены возможности выбирать. То есть выбирать есть возможность у вас. О чем мы будем разговаривать. И понятно, что у меня есть, как у человека, который много-много лет ведет семинары и тренинги по правам человека, у меня есть стандартные семинары. Принспандартные. И стандартные лекции. И там все достаточно понятно. Но когда я прихожу в разные аудитории, то я чаще всего действую прямо противоположным образом. То есть у меня нет стандартной лекции, без стандартного семинара. Я пытаюсь разговаривать о том, о чем хочется разговаривать. Вот вчера, например, тоже был такой, но это была не беседа, а семинар экспрома. Тоже мы разговаривали про все на свете, сидели в офисе весны и разговаривали про разные вещи, связанные с так называемой концепцией гуманитарного антифашизма, гуманитарного антифашизма. То есть буквально, я помню, что, наверное, закончили мы, если я правильно помню, таким неожиданным пассажем о том, что там вдруг возник вопрос, вроде бы напрямую не связанный с темой, о том, почему мы все время отталкиваемся от негатива. Мы правозащитники. Например, мы говорим там, когда мы строим позитивную картинку, мы говорим обычно как. Право человека, когда тебя не пытают, тебя не сажают в тюрьмы, тебе не затыкают рот, тебе дают свободно собираться в таком пространстве, не разгоняют с дубинками, не запрещают тебе создавать какие-нибудь неформальные организации, клубы и так далее. То есть вот все эти элементарные свободы, когда по большому счету тебе просто не мешают жить, не лезут к тебе, пока ты не нарушаешь Конституцию, не проявляешь насилия по отношению к другим. Но эта картинка, она как бы негативная. В каком смысле негативная? Это то, чего мы хотим, чтобы с нами не делали. А вот какую мы предлагаем позитивную картинку? Неожиданно вдруг разговор вышел о том, что очень может быть, что позитивные картинки мы предложить не можем принципиально, именно принципиально, по той причине, что в эпоху постмодернизма никакая утопия невозможна. А позитивная картинка это утопия. И мы даже стали вспоминать, какие вообще утопии были. Мы вдруг поняли, что почти все утопии последнего времени, они такие очень далекие от нас. Но имеется в виду, они не про нашу реальность. Ну не знаю, утопия фильма «Аватар», или там утопии «Урсулы Легуин», или еще кого-то. То есть это совершенно космические, далекие от нас утопии, которые мы никак не можем применить. Или там утопии миров струганских. И, наверное, последняя утопия, которая... А, вот антиутопий очень много. Вот как раз антиутопий дофига. В мире постмодерна антиутопии это как раз очень адекватная вещь, которая подрывает вот как раз утопическое, то есть позитивное сознание. То есть в мире постмодерна не может быть позитивного нарратива. Может быть только взрыв того, что уже наработано. То есть мы не можем написать «Одиссей», мы можем только издеваться над «Одиссей». Мы не можем написать «Илиаду», мы можем только выстебывать всех этих героев. То есть мы не способны... Мы все. То есть не в смысле кто-то хороший, кто-то плохой, а такой мир, мир постмодерна, он предполагает взрыв всех смыслов и отсутствие позитивных нарративов. Вот нет. И нам пришло в голову, что последней, наверное, утопии, причем кто-то к ней относится позитивно, кто-то нет, кто-то из вас-то ее хорошо знает, кто-то просто про нее слышал, но более-менее позитивно. Причем мне эта утопия не нравится. Вот последней утопией, с моей точки зрения, была книга Айн Рэнд «Атлант Расправил Плечи». Такая немножко капиталистическая, либертарианская утопия. Все, с тех пор я ни одной утопии не знаю. Но это начало 50-х. То есть я не знаю ни на русском, ни на английском, ни на каком языке. Куяма. Куяма – это разве утопия? Ну, как бель? Ну, нет. Ну, нет. Я имею в виду художественный текст. Я имею в виду некий полухудожественный. У Куяма… Ну, мне трудно к этому отнестись вообще. Ну, это длинный, интересный разговор, потому что с моей точки зрения в его знаменитом коротком труде как раз конец истории у него есть абсолютная правда в одном. Он правильно назвал. Все остальное – полная ерунда, как нам говорят. То есть все, что он предполагал, что случится в ближайшие 5-7 лет, то есть разрушение тоталитарных и вертикальных структур, возникновение горизонтальных, как сейчас принято говорить, бирюзовых организаций, всего остального – все это полная фигня. То есть сейчас, например, ситуация с Китаем, который наконец отменил два пятилетних срока и фактически заявил о возвращении к империи, давайте честно это скажем, это как раз говорит о том, что Куяма просто попал в божий свет, как в копеечку. То есть вообще никуда. И при этом, что это самая динамичная, саморазвивающаяся экономика, которая активно сейчас обсуждает экспансию в Европу, в Беларусь, в Россию, в постсоветское пространство. Нет, это не плохо, не хорошо. Это вообще не про критику. Я просто имею в виду, что вот оказалось, что авторитарная модель оказалась супер успешной. И вся Африка сейчас под Китаем, а вовсе не под Европой, не под Америкой. Ну вот это про Куяма, да? Ну, короче, я сейчас не хочу развивать эту мысль, но поговорить об этом... Позитивная картинка вот какая-то... Да, наверное, да, но это была такая немножко... Она все равно была позитивной, не было картинки вот на будущее. То есть вот мы остановились на том, что, собственно, последний как раз момент нашей вчерашней беседы, который может перекинуть мостик вот к сегодняшней, это о том, что... Ну, по-моему, даже это где-то запущено. О том, что у Европы, например, нынешней нет никакого позитивного образа. А что такое Европа через 20 лет? Ну, условно, ее образ – это примерно то же самое, но чуть поменьше проблем с мигрантами, вот они чуть-чуть адаптированы, вот еще чуть-чуть повыше образ жизни, вот поменьше зависимость, энергозависимость от, значит, нефти, газа, побольше ветряков и солнечных батарей. Ну, короче, вот, понимаете, это просто некие количественные вещи. То есть серьезные картинки, что через 20 лет мы будем жить в абсолютно другом мире, абсолютно другом. Просто мир будет не похож ни в чем на себя. Потому что, с моей точки зрения, мы на пороге двух огромных революций, даже трех. Это новое великое переселение народов, безусловно. Это, безусловно, гендерная революция, которая очень многое сметет, особенно в традиционных государствах. И это революция, связанная с искусственным интеллектом. Что такое традиционное государство? Что такое традиционное государство? Ну, скажем так, я имею в виду традиционалисту. То есть там, где очень сильны традиционалистские идеи. Ну, условно, давайте так, я потом могу раскрыть эту мысль, то, что мы условно часто называем патриархальными моделями. То есть патриархальная традиционная общность. Ну, вот классический пример патриархального традиционного общества, прямо вот совсем классическую, причем внутри Совета Европы, это, например, Чечня. Вот территория Чечни. Вот чудовищно патриархальное, очень негибкое общество, очень сексистское, невероятно сексистское, очень эйджистское, очень националистическое, очень гомофобное, вообще очень нетерпимое, очень ксенофобное. Дальше я могу перечислять. Причем я имею в виду общество. Понятно, что отдельные люди, выдающиеся, там могут быть совершенно другого типа. Но в целом, я говорю об этом, потому что я там был много-много раз, и много раз вел для Чеченцев семинары по правам человека, и у меня там много вообще друзей и приятелей, которых я очень люблю и уважаю. А почему это жизнь? Вот, именно такое. Когда проходит старший, все встают. Это как дискриминация? В чем здесь дискриминация? Просто отношение к молодым. К молодым? Нет, вот смотрите. Вот сейчас я в своем возрасте и в своем, извините, поле, или гендере, я сейчас очень адекватен для Чечни. Когда мои молодые коллеги выступают лет 25, идти, их более старшие коллеги слушать не будут. Просто не будут. Ну, просто будут либо своими делами заниматься, либо всталут уют. А особенно будет проблема, если это будет девушка. Девушка-преподаватель. Причем не важно, она американка, вообще не важно, из Москвы, из Питера, из Минска, это вообще не будет иметь никакого значения. То есть, например, мужская аудитория, а еще, не дай бог, более старшая, чем она, ее просто никто не будет слушать. То есть, но очень пожилую женщину слушать не нужно. И даже мужчины. То есть, тут сексизм и эйджизм, они как бы немножко друг друга уравновешивают. То есть, пожилая женщина, она все равно пользуется авторитетом. У меня есть несколько чеченок в почтенном возрасте, совершенно блестящих правозащитниц, и, ну, людей совершенно гуманистических взглядов. То есть, я как раз, потому что такие люди есть там, их там немало. Но когда я говорю, немало, то это, ну, наверное, процента 2-3, как во всей России. Сколько сейчас голосовал людей, условно, за гуманистические ценности? Нет, я не про то, кто голосовал там за президент, это мне вообще не интересно. А вот кто голосовал не за войну, не за аннексию Крыма, не за вот этот вот милитаристский угар, вот сколько людей, вот из тех, кто проголосовал, сколько процентов? Ну, посчитайте. Больше всего не можно узнать. Ну, реально? Ну, давайте так. Даже если подтасовки такие были, они были не больше 10% в целом. Понимаете, я, например, не верю, что реальный результат Завлинского, вот сейчас показан, 0,88%, конечно, реально у него 1,2%. Ему отобрали 1%. Офигеть! 0,3% это такова... Нет, символически это важно, действительно. 1,1% или 0,88%. Да, это сильный удар по самолюбию, я согласен. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Я же вообще не про политику. Это имеет отношение к символической реальности. Вот я имею в виду 1% и так далее. Но если мы посчитаем, сколько людей воспринимает сейчас, условно, в России гуманистический тренд, то мы получим 2-3%. Я думаю, что, кстати, в Чечне примерно столько же. Ну, так, по большому еще. Но просто общество в России чуть менее патриархальное в целом. Это вопрос по моделям, да? А общество в Чечне чуть более патриархальное. Но количество людей с открытым... Надеюсь, что в Беларуси их больше. Ну, тоже вспомнил, потому что Явлинский, как вообще символ, не только мира, который выступал в программе, но и впечатление некоторых реформ и своей предыдущей политической деятельности, которые не замовлял Матьков в некоторых главах. Даже те, которые были из-за них. Наверное. Я, да, я сейчас, опять же, я не хочу анализировать их программы. Но я просто имею в виду, что, например, там, Явлинский всегда выступал против... Не совсем честное, но, тем не менее, если пользоваться так называемой, так называемой, так называемой пирамидой масла, мы помним, что принадлежность – это третья. Вот она как раз посередине, третья важнейшая базовая потребность сразу после физиологических потребностей безопасности. То есть на третьем месте некая принадлежность к некой группе. Нам очень важно принадлежать к этой группе и себя таким образом адективировать. И в том числе за счет этого обеспечивать другую безопасность. Не простую физическую, а психологическую и социальную безопасность. То есть мне безопаснее, например, когда я иду по городу, и я визуально принадлежу к большинству. Мне, скорее всего, безопаснее, чем если я буду явно просто физически отличаться, то, скорее всего, периодически на районе у меня будут бывать проблемы. Но это так. Окей, еще зачем нам рассидеть? Рационализация ксенофобии. Рационализация ксенофобии. То есть ксенофобия может нам быть присуща изначально внутренне, как просто некое чувство. Но нам нужно это чувство как-то рационализировать. И мы начинаем его объяснять. Например, эти люди менее образованные. Или от них плохо падают. Или они более более аморальные. Или они более жадные. Нам нужно как-то рационализировать свои вот эти вот тайные внутренние фобии, страхи и так далее. Еще. За всем нам рассидеть. Видите, уже сколько оснований. Вообще, Россия – великое дело. Что бы вы делали, если просить поделывать? Куда бы мы вообще девались без расиста? Ну да. Ну то есть смотрите, мы сейчас фактически, перечисляя вот это вот разные основания, зачем нам расизм, мы вышли на самые разные пласты. От самых глубинных внутренних психологических причин до действительно всяких социальных, там кому-то работать, там еще что-то, там принадлежность. Ну то есть вот просто все такие только можно пласты мы сейчас затронули. То есть оказывается, что Россия, в общем, вещь такая глубинная, вещь такая важная и непростая. Я не знаю, вот в группе нас-то кинуло-не кинуло про этот самый про фильмец, да? Я не знаю, сколько из вас смотрели этот фильмец, мой любимый. Это «Звериный оскал патриотизма» из канала «ЮТЮ» «Всё, как у зверей». Ну, цирка лежит. Ну, цирка лежит. Посмотрите. Просто сейчас было бы разговаривать чуть-чуть легче, в том смысле, что не надо было бы все это пересказывать. Но я и не буду, собственно, пересказывать. Я вообще не люблю пересказывать ничего, что можно прочитать или просмотреть. Это очень хорошее такое 15-20-минутное видео о, собственно, основах национализма и альтруизма у животных. Причем в том, что у животных самых примитивных. Ну, например, пчел или мурабжон. То есть даже не брикапитальничек. И действительно, есть очень серьезные основания считать, что то, что можно ну, очень по-дурацки называть расизмом или патриотизмом, является частью, частью, безусловно, это некорректное название, но частью очень древних эволюционных механизмов, связанных с просто выживанием земли определенной популяции. Ну, у многих животных, кстати, нехищников, очень часто внутривидовая борьба идет намного более жестокой, чем межвидовая. Ну, например, многие нехищники убивают друг друга за жизнь на определенной территории. Причем, имеется в виду травоядные. Потому что на определенной территории может выжить определенное количество осени. Если придут чужие, другой прайд придет на эту территорию, мои дети не выживут. Но мой биологический механизм хочет, чтобы мои дети выжили. Именно мои дети выжили. Значит, я не пущу таких же, как я, ну, например, таких же крыс, таких же мышей, таких же сурикат. Я их не пущу на эту территорию по той простой причине, что эволюционный механизм выживания будет делать все, чтобы защитить мне свои гены, ну, или гены близкого мне, близкой популяции, например, генок моих братьев-сестер. Аня чужой. И это, беда в том, что это древнейший механизм. Он настолько древний, что преодоление его является сложным. Нам сложно его преодолевать. Хотя, вроде бы, такие все уже развитые, эволюционизировавшие, у нас такие, значит, все большие головы. мы так много думаем, но все равно, да, все равно это все очень сложно. То есть, точно так же, как вот сейчас очень часто даже в описаниях, ну, сейчас очень важная тема, действительно, очень важная, тяжелая и так далее, тема харассмента. В смысле, уже теперь тема, скажем так, упубличивания этих вещей, которые часто замалчивают. И очень часто сексисты задают вопрос, а что это значит, вот они стоят и не убегают? Что это значит, они так себя ведут? Значит, позволяют харассменту происходить. И здесь очень важная вещь, что у очень многих человеческих особей, неважно, мужских или женских, на глубинном, подчеркиваю, глубинном уровне, таком, до-человеческом, есть всего, как вы знаете, три реакции в ответ на агрессию. Всего три. Это бедство, ступор и ответ на агрессию. Вот примерно треть особей отвечает ступором. И они становятся главными жертвами харассмента. Потому что те, кто убегает или дает сдачи, там другая ситуация. А вот как раз те, кто... Здесь треть впадает в ступор. Причем не важно, мужских или женских. Ну просто в отношении этого насилия важно, а в отношении в целом агрессии не важно. То есть просто если бы женщины проявляли харассмент, то то же самое было бы в отношении мучки. То есть треть особей попадали бы в ступор и тоже становились бы жертвами, на крайней мере, физических каких-то действий. Потому что не все могут бежать и совсем тяжело выходить на метапозицию. То есть человеческую реакцию. Потому что наша естественная биологическая реакция их тень. А вот выход уже на метапозицию, например, один из выходов на метапозицию позвать полицейских. Но это уже социальная структура. Мы специально придумали в обществе, специально изобрели инструменты. Мы изобрели право, мы изобрели уголовный кодекс, мы изобрели законы, мы изобрели там, не знаю, всякие разные правовые системы, там, права человека, не права человека, не важно. И придумали еще инструменты защиты. Но это, 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 это некий мета-уровень. Его нет на биологическом уровне. Совсем. Его просто не существует там. И вот это, это очень важный момент. То есть, момент в том, что действительно очень трудно отвечать на столь педрение мета-позиции. То есть, для этого нужно даже не быть умным. Тут вообще умным ни при чем. Но скорее, нужно быть очень опытным. человек, который может в условиях угрозы, агрессии со стороны другого быстро переходить на мета-позицию, это какой-то очень опытный человек, который много раз там бывал и уже тренирован, как переходить на мета-позицию. Обычному человеку это сделать трудно. Кстати, об интеллекту это очень мало зависит. Еще раз говорю, что часто умники как раз становятся невероятными жертвами, потому что они в основном книжные умники. У них нет вот, и наоборот, люди, которые выросли во дворе, у них есть опыт отстаивания своих границ и сопротивления. То есть, в этом смысле как раз интеллектуалу легче стать жертвой агрессии и собственной реакции биологической, чем человеку, привыкшему к другим совершенно механизмам. И когда мы говорим о расизме, мы должны еще раз понимать, что здесь настолько много уровней от глубинного, древнего, эволюционного, не просто до человеческого, а я бы сказал еще даже до рептильного. Потому что когда мы говорим например о муравьях или пчелах, то понятно, что это еще вообще другие совершенно нервные системы. И там уже это действует. Не говоря уже про более высоких животных с точки зрения развития нервной системы, головного, может быть, опять. Я вообще сам лично довольно редко последние, наверное, лет 15 говорю именно про расизм и довольно редко говорю именно вот. То есть, несмотря на то, что у нас внутри есть такая организация, она еще жива, почти умерла, но еще жива. Называется она Международное молодежное просчетное движение, которое возникло в 98-м году. В этом году будет отмечаться 20-летие полутрупа этого. Когда-то она была активна, она росла, она была замечательна. И сейчас она к 20-летию превратилась в глубокого старика или глубокую старуху. Ну, так случилось. Наверное, нужны какие-то механизмы омоложения, там, не знаю, что нужно сделать юных любовников, любовниц, кошечек, собачек. Я не знаю, надо придумать. Короче, что-то нужно, что-то нужно срочно делать, чтобы омолодиться и, по крайней мере, снова вернуться в форму. Я просто к тому, что одна из первых, она устроена в том, что там не столько есть национальные секции, как раз это реже, скорее есть тематические секции. Люди собираются по тем темам внутри, внутри большого сообщества есть люди, которые собираются по тематическим сообществам. Одной из первых сообществ была «Молодежная сеть против расизма и некерпимость». Кстати, одной из первых тоже сетей или секций была «Молодежная просчитанная сеть против гендерного насилия». Сейчас мы думаем ее возродить. Вот прямо сейчас. Ну, имеется в виду, чтобы... Ну, это не... Это офф-топ, это можно потом в конце поговорить. Тут имеется в виду, чтобы привнести слово именно «правозащитный дискурс» очень важную тему. Ну, просто тема гендерного насилия намного шире, чем только «правозащитный дискурс». Тут очень много всего. А вот именно на стыке гендерных проблем и проблем гендерного насилия и, собственно, теории прав человека, вот очень важно, чтобы была какая-то небольшая группа, которая в каком-то смысле могла говорить и на том, и на том языке. Вот в 99-м году такая группа у нас была. Причем даже международная. Вот, к сожалению, у нас последние годы нет. Так вот, одна из первых сетей была сеть расизм и нетерпимости и вообще европейский подход, прежде всего, Советы Европейские. Я очень много работал с Советом Европы, куда просто входит Россия, Азербайджан и все остальные европейские страны, кроме Беларусь. Беларусь пока не входит, непонятно, войдет никогда. Даже в Турцию. Турция уже была кандидатом в Евросоюз, Турция была впереди планеты Сея, сейчас она немножко позади планеты Сея. А так она как раз была среди передовиков. европейский подход, Совет Европейский, прежде всего, говорит о расизме. А я-то прежде всего говорю про другую немножко вещь. И я недавно обнаружил философ. Как имените правильно? Философка. Философка. И автор очень интересную. Которая при этом сама себя называет мужской, то есть она феминистка, при этом она говорит, что она некропсихотерапевт. Вот как она себя называет, так я и называю. Я имею в виду Жюли Решет. И когда я прочел ее текст, я совершенно офигел. Мне многие мои друзья говорили, слушай, она что, твои лекции по гуманитарному антифашизму слушала? Потому что, во-первых, она употребляет то же слово, что и я. Я чаще употребляю слово фашизм. Я вообще не в дискурсе расизма. Потому что для меня родовым как раз, с ними даже по-другому, более комплексным и более сложным явлением является фашизм, а расизм является одним из важнейших элементов. Причем где-то он действительно эволюционно первичен, а где-то он, как ни странно, вторичен. Потому что где-то он действительно является рационализацией. То есть иногда расизм возникает не как первичная реакция, а как вторичная реакция. Ну, классический вариант футбольные болельщики. Там нет часто никаких расовых и прочих, и так далее. Но потом возникает очень сильная идентификация по принципу, например, цвета шарпа. Вы же понимаете, что это к цвету кожи, глаз и всего остального не имеет никакого отношения к образованию, к религии, то есть ни к чему другому. То есть через какое-то время можно этот шарп снять, и все, ты выходишь из этой идентичности. Но в тот момент, в этот момент идентичность очень сильная и часто приводит к убийствам, к жестокости, к насилию. То есть это не просто я просто фанатею, а я фанатею до того, что я рискую своей жизнью и чужими жизнями. В этом же, я начинаю уже проявлять, в общем, либо руки распускать, либо призывать в насилию. Так вот, для меня, например, в этом смысле расизм в таком смысле может быть вообще вторичным. У меня могут быть первичные совершенно другие вещи. И когда я, например, говорю о фашизме, мне была очень всегда близка концепция, которую я предложил мой друг Данил Глайский, это украинский социальный философ, к которому даже две когда-то работали, официально, вот он предложил модель гуманитарного антифашизма, трехчастную, когда он говорил о том, что есть то есть он выделил в фашизме три основных части. Мне, например, очень нравится классификация Ульберто Эко, многие из вас читали его эссе в фашизме или вечный фашизм. Там 14 признаков. Мне, как рептилоиду, я просто еще не человек, я рептилоид, но это так между делом. Мне, как рептилоиду, очень трудно в голове удержать 14 пунктов. Поэтому мне очень понравилась модель Данила Горецкого, там всего три пункта, и легко удержать в голове. Вот он как раз предложил, что основными частями фашизма, не как государственного, мы вообще сейчас не говорим государственного, а как некой идеологии, или точнее даже такого широкого культурного культурного поля, то, что мы называем фашистным, вот есть три элемента. Первый это как раз расизм или нетерпимость, которая как раз характеризуется тем, что мы либо призываем, либо творим насилие, либо призываем к насилию, либо призываем к дискриминации. Например, мы считаем, что людей с определенным цветом кожи, с определенным цветом глаз, с определенной формой черепа, или, не знаю, определенного пола, или определенного возраста нужно, например, поражать в правах. Ну, например, они не должны голосовать так же, как все остальные. Ну, потому что мы белые мужчины, да, а это, например, черные или женщины, или, не знаю, еще как-то. Ну, тут, конечно, возникает тонкий момент, а, например, является ли такой дискриминацией, например, запрет голосовать детям белым, молодым, 17-м, или не является. Ну, конечно, тут возникает масса всяких тонкостей. Но, в принципе, когда мы говорим о нетерпимости, мы всегда говорим о двух вещах. То есть, это призывы к насилию, либо, собственно, насилие, либо призыв к дискриминации, поражению права. То есть, мы считаем, что у всех должны быть вот такие права, а у этих людей должны быть права ниже. Поэтому мы их вроде как признаем людьми, вроде как. Это тоже тонкий момент. Либо мы говорим, что это не совсем люди. Вот люди, но не совсем. Люди второго ссорта, унтернальдши, как нацистская Германия. Вот это, собственно, первая вещь. Вторая вещь фашизма, это то, что сам Денин Горецкий называет тоталитарным мышлением. То есть, это даже не тоталитаризм, как строй. Это целый ряд вещей. Я сейчас не буду их долго излагать, если кто-то когда-нибудь попадет на мой большой семинар. Там мы про это говорим несколько часов. Но такие, ну, очень важные признаки, это наличие некой великой господствующей идеи. Ну, такой очень великой. Великая нация, великая религия, великая держава. Там, не знаю, что ли. Короче, что-то очень великое. Великий вождь. Короче, нечто великое, по поводу чего не жалко ни своей, ни чужой. Это такое гипертрофированное все время желание находиться в иерархических положениях. Что имеется в виду? Когда над тобой и под тобой есть иерархические слои. То есть, когда есть кто-то над тобой, кому можно передать всю ответственность. И есть кто-то под тобой, кому можно просто приказывать. Буквально в виде приказа и топотания ногами. То есть, ты постоянно находишься в такой дихотомии доминирования подчинения. Причем одновременно. Ты доминируешь над ними и подчиняешься другим. Тебе это важно все время находиться внутри. То есть, все время находиться в этой, ну, как тюремной иерархии. Все время находиться вот там. Есть кто-то над тобой, но кто-то важно, что под тобой. То есть не быть шестеркой, не быть опущеном. Вот где-то быть посередине. Это очень важно. А иерархия может быть очень длинной. Там может быть три элемента, а может быть там, не знаю, 66 элементов, 100 элементов. Ну вот где-то там, короче, где-то находиться вот посередине. Потому что на самом деле наверху находиться, как ни странно, очень страшно и очень трудно. Для этого действительно нужно быть доминантным альфа-объектом. А внизу находиться тоже очень плохо, потому что там все от себя ноги вытирают. А вот где-нибудь чуть-чуть посередине уже лучше. Ну вообще признаков тоталитарного мышления много, но я обычно четыре привожу. Третье, кстати, это страсть к толпам. То есть всё время желание находиться в больших толпах. Ходить большими толпами. Бесконечные марши желательно с какими-нибудь символами. Короче, всё время получать адреналин от скопления большого народа. Причём желательно, чтобы размахивать одними и теми же символами. Кричать одни и те же речёвки. И прям самим себя заводить лучше, чем алкоголем. То есть, короче, постоянное нахождение в этих толпах. И четвёртый такой момент тоже, который можно отметить. Он такой вроде бы более мягкий, но тоже достаточно тоталитарный. Это такое гипертрофированное стремление к порядку. Кстати, именно на эту тему я всегда всем рекомендую смотреть фильм. Я не могу сказать, что это шедевр какого-то российского кинематографа. Но он прямо на эту тему, может быть, даже кто-то смотрел. Так, всё, склероз дикий совершенно. Как его называют? Какой мюзикл? Повставленный стилями. Вот он именно проект. Если вы помните, там комсомольцы хватали людей только по тому признаку, что они вообще-то не стриглись и одевались чёрти как. Это не были диссиденты. Они не боролись со сталинизмом. Они не читали там подпольные литературы. Они в общем вели, честно говоря, достаточно аморальный образ жизни. Ну так, по большому счёту. Чего хорошего? Пили там, неизвестно что, жрали, трахались. Вообще вели не советский образ жизни и вообще нездоровый. По большому счёту. Но самое главное, почему они всех раздражали, они отличались. То есть сами стиляги там не были таким вот именно благородным протестом. Это не те люди, которые думали о том, как, значит, вот, не знаю, вот этот ужасный тоталитарный строй разрушить, как людей выпустить из БУЛАГа. Нет, нет, нет. Как бороться за свободу слова? Ничего этого у них не было совершенно. Это были просто вот, просто такие вот тогдашние неформалы, да, в 50-х годах. И только потому, что они не очень, вот как раз не соблюдают порядок строгий. Вот не стригутся как надо, не одеваются как надо и так далее. Вот только за это они, собственно, подвергались достаточно серьёзному, ну, вплоть до насилия. Вообще серьёзному воздействию большинства. Вот. И в этом смысле, кстати, вот я почему про это упомянул, что вот тут тоже есть почва для своеобразного расизма. Он возникает, он вторичен. То есть мы начинаем ненавидеть тех, кого мы считаем грязными, не соблюдающими порядок. Вообще какими-то, ну вот очень часто, например, если нам кажется, что какой-то другой этнос, например, имеет другие гигиенические стандарты. И это очень часто бывает. Вот они там, не знаю, реже, чем вы умолятся. От них сильнее пахнет. Там что-то ещё. Они там, не знаю, регулярно на земле находятся, да. Дети ползают по земле, по грязной, и это нормально, все перепачканы. Мы говорим, ну это же грязная раса. Мы-то чистая раса. То есть я просто имею в виду, что иногда вот этот порядок, он тоже ведёт в красизму. То есть он как рационализация вот этого нашего стремления к очень сильному порядку. Потому что всё должно быть упорядочено. А вот когда люди приходят и ведут себя чёрт-как, они говорят, непонятно какой одежды, непонятно, значит, как пострижены, непонятно, как сидят. Вместо того, чтобы сидеть нормально на стуле, они где-то там, значит, развалились. Ну что это такое? Непорядок. Ну вот. Ну это я про тоталитарное мышление. И последняя составляющая тоже, кстати, может привести к расизму. Последняя составляющая фашизма. Это как раз, по Даниилу Игорьевскому, это культ агрессии и насилия. То, что он называет невитаризмом. То есть не просто допустимость агрессии в отдельных случаях само- и взаимоотношения. А именно культ агрессии и насилия. То есть мы говорим, что агрессия и насилие – это правильный метод. Это допустимый метод. Он поощряемый метод. То есть только так нужно с этими. Потому что, как часто говорят в патриархальной матрице, если вы, то есть, скажем так, вашу доброту принимают за слабым. Если хотите, чтобы вас действительно поняли, понял агрессивный и сильный человек, вы должны по отношению к нему быть сильным и агрессивным. И жестоким, по большому счету. Потому что доброту типа никто не понимает. Сразу думают, что это вы слабы. Это элемент этой патриархальной матрицы, очень жесткой, где как раз агрессия и насилие встроены в нее, как важнейший элемент – элемент доблести. Просто элемент важной, не знаю, маскулиной социализации. Важнейший элемент такой принадлежности, что ты должен обязательно быть агрессивным, причем агрессивным милитарным. Например, во многих культурах принято носить холодное оружие на колесе. Или еще каким-то образом демонстрировать свою агрессивность. Это элемент культуры. Это не просто так. Мы не будем говорить, что шпарга – это продолжение фалоса, это далеко. Хотя мы понимаем, что это так, но про это мы ни слова. Про это мы ни слова не будем говорить. Это другая лекция. Расизм и фрейдизм. Это как-нибудь в другой раз, что вполне возможно. Так вот, Даниил Горецкий предложил трехчастную модель фашизма, где как раз расизм, тоталитарное мышление и милитаризм являются тремя составными частями, причем которые друг друга поддерживают. Иногда, например, первично вообще агрессия, вот условно, я очень агрессивен. Я вместе с пацанами регулярно выхожу на луну. И однажды мы вдруг увидели, что трех не очень хорошо одетых вьетнамцев. Мы им хорошенько наваляли. И потом мы решили, что, во-первых, вьетнамцам легко навалять, потому что, например, чеченцам или вьетнамцам навалять трое. Ну, если особенно вас трое, их трое, то это... А вот если вас трое, а вьетнамцам двое, то навалять легко. И это очень удобная жертва. Но потом ты начинаешь выстраивать уже как самооправдание расистское. То есть, начинается просто с того, что я напился, у меня кулаки черпятся. То есть, я имею в виду, что иногда расизм вторичен. То есть, из этих трех вещей первично может быть все что угодно. Может быть тоталитарная идея первичная. Например, я настолько верю именно в эту региозную систему, чтобы всех остальных как неверно уничтожать. Что происходило в том числе, когда говорят, что одна религия более агрессивна, чем другая, я всегда предлагаю вспомнить их крестовые походы. Которые просто прошлись огнем и мечом по довольно мирным и толерантным делам, где вместе жили довольно неплохо арабы, христиане и иудеи, создавали университеты, школы и так далее. И, в общем, как-то намучились друг друга не резко. Но тут пришли, значит, закованные в броню довольно тупые и совершенно необратованные, с неотгладающими нормальными гигиеническими стандартами рыцарей. Я говорю совершенно серьезно. Вот они пришли, например, в десятом-одиннадцатом веке и там устроили арабы дедец. И с тех пор, я так понимаю, в Палестине никогда не было. На Ближнем Востоке никогда большого мира и не было. Нет, ну, наверное, при Османской империи все как-то замерено. Но в целом, в общем, с тех пор там ничего хорошего не происходило. А до этого как-то все было довольно мирно. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что вот ислам самая, не знаю, самая агрессивная религия. Камон, ребят, ну что вы. Особенно хорошо это проявляется сейчас в Мьянме со стороны буддистов по отношению к мусульманам, да? По отношению к мусульманам, архинды, да? Да, они буддисты, самая мирная религия, такая мирная. То-то уже под сто тысяч вырезали архинды. Прям такие мирные вообще офигенности. Поэтому, короче, я бы поостерегся говорить о какой-нибудь религии, как о самой мирной. Вот просто поостерегся бы. Потому что я думаю, что на протяжении истории мы самую, вроде бы, мирную религию можем увидеть в какой-то момент или какую-то страну, где она становилась совершенно бесчеловечной и творила деноцид по отношению к своим ближайшим соседям или людям, живущим в руководстве. Поэтому вот это просто сразу приостережение, что есть какие-то религии очень, значит, мирные, мирные, мирные. А другие есть какие-то, значит, жутко агрессивные, и в них эта агрессия прямо-таки золотая. Если вот ваше определение фашизма, это же в принципе ложится и на колониальные, и на колониальные испанские империи, и на британские империи, и на британские империи. Понятно, что там не было бы, допустим, массового движения, но элитаризм был, допустим. Я бы не сказал, что там было тоталитарное устройство. Я, например, феодализм не сравнил был с тоталитаризмом. Вот вопрос в том, что эта модель, получается, что подходит по описанию к обществам, которые были до фашизма. До фашизма, да. Абсолютно точно. В моем описании, да. То есть получается, что фашизм возник до фашизма. Да, абсолютно точно. Поэтому на своем большом семинаре я обычно начинаю вот эту часть про концепцию трехчастных гуманитарного антифашизма, я ее начинаю с притчи, которая есть абсолютно у всех народов. А помните, это же наверняка белорусская. Сейчас я скажу, вы скажете сто процентов. Когда умирает старик-отец, ему приходит сыновья, и он им раздает соломинки или колоски, прутики. В разных народах это разные растения, но всегда про одно и то же. И говорит, сломайте, они легко ломают, а потом он им пучок дает, и говорит, а теперь сломайте. И он ни хрена не ломает, они не могут сломать. И говорит, вот будьте, как он говорит, будьте, как этот пучок. И у нас все по картошке. То есть нет, в древних славянских этого нет. Картошка? Камон! В каком веке у вас появилась картошка? В каком веке американская картошка у вас появилась? Камон! Восемнадцатый, девятнадцатый век. А я говорю, минимум про там, не знаю... Короче, я про ВК, еще никакой картошки не было. Картошка была до картошки. Картошка была до картошки. А-а-а! Как фашизм до фашизма, так картошка на картошке. Я понял. Так вот, вот этот пучок, он и есть на итальянском фашин. И в этом смысле для меня фашизм, самое главное, не является синонимом плохо, ужасно. Он для меня синоним естественно. Это нормальная история, это нормальная притча. Для выживания этноса, или для выживания рода, или для выживания прайда, для выживания племени. Это нормальная история. С эволюционной точки зрения нормальная. Понимаете, да? Мы не можем подходить с современной гипергуманистической точки зрения к тому, что происходило даже в пятнадцатом веке. Тогда вопрос возникает, что, собственно, рождение нации как таковых, осознавание людей как нация, создание более боевых общих, уважаемых сообществ, которые появились. Часто являлось российским, но не являлось, например, фашистским. Я говорю, что фашист все-таки ограничен в периодике именно с рождением национальных государств после французской революции. Я понял. Смотрите. Применимость термена. Смотрите. Мы можем его применять как хотим. Этот терм. Я думаю просто, что распространять слово фашизм, например, на первый век, я бы не стал не потому, что там признаков этого нет, а потому, что зачем. Что нам это объяснить? Вы понимаете, любые социальные термины к ней хороши, если они что-то позволяют нам объяснять, какие-то процессы, что-то предсказывают. Просто обругать, что, не знаю, там, Цезарь был фашистом. Ну, что нам это даст? Ну, хорошо, но обругали. Ну, тем более, что, в общем, Муссолини как раз считал себя прямым преемником Рима. То есть, он фактически говорил, да, Рим – это было фашистское государство, древнее Рим. Ну, окей, Муссолини так считал. Мы можем сказать, что нет, конечно. То есть, я имею в виду, что когда мы говорим «да» или «нет», нам это абсолютно ничего не даст. То есть, я не против говорить, что давайте не говорить об этом, там, допустим, раньше 19-го века. И я согласен, а давайте, а почему бы и нет, давайте посмотрим с точки зрения этих трех признаков и более древние вещи. То есть, и тот, и другой подход мне не кажется глупым, да, или там невозможным. Вопрос заключается в том, зачем? То есть, всегда, когда мы строим какую-то конструкцию, я попрашиваю «зачем?». То есть, зачем нам ту или иную… ну, вот, например, была ли там, не знаю, орда фашистским сообществом? Скорее всего, нет. По целому ряду признаков. Нужно нам это сейчас или нет? Я не понимаю. То есть, для чего нам это? Или является ли тефтонский орден фашистской системы? Хорошо, ну, хорошо, мы сейчас вот дойдем все три признака. И что нам это даст? Это нам даст дополнительное величие и понимать, что давайте теперь тогда, как это, не Вторая мировая, а Грюнвальская битва. Вот она должна быть для нас источником вдохновения, патриотизма и всего остального. Ну, если мы для этого… Нет, я не против, просто я имею в виду, что это вне моего дискурса. Вот. Ну, я, например, когда меня спрашивают, например, в право-сталинское время, да? И спрашивают, вот как ты считаешь, было ли, например, вообще Советский Союз фашистским государством? Я обычно отвечаю, что с моей точки зрения в целом Советский Союз фашистским государством не был. И даже при большевиках, вот в смысле 20-е годы, хотя там много было гадостей и так далее. Я могу долго объяснять, почему я так не считаю. Но считаю, что один период точно был абсолютно фашистским. Это период примерно с 28-го, с 30-го, когда, собственно, вся национальная интеллигенция начинала уничтожаться везде. Русская, кстати, тоже. И белорусская, и украинская. Вся. Вот с 28-го по 53-й годы. То есть, творили настоящий геноцид. Тут даже сомнений никаких нет. Вот только что, 23-е февраля, я всегда пишу в 3000-й годы, всегда день репортации войнацких народов. 8-е марта, день трагедии балканского народа. Впереди, 18-го мая, день трагедии крымско-татарского народа и так далее. Абсолютный геноцид. Вообще, даже нельзя его по-другому назвать. Просто классический геноцид. Самый такой, как он описан. Безусловно, абсолютно тоталитарное мышление людей. Я сейчас даже не прострою. То есть, великая идея, порядок, вот эта иерархия дикая совершенно. Там все эти бесконечные шествия, толпы и так далее. И, безусловно, совершенно оголтелый милитаризм, в том числе даже довоенный. Все эти песни, что малой крови на чужой территории и так далее, которые в 30-е годы пились. Это был совершенно оголтелый милитаризм. Собственно, все время готовились к войне. И я считаю, что этот период с 28-го до 53-го был абсолютно фашистский. Именно фашистский. Про остальные периоды я просто не готов. Я, во-первых, не политолог. Я поэтому не готов сейчас вступать в дискуссию. Потому что, возможно, политологи, ну так сказать, у меня сейчас такие аргументы, сякие. Я, в общем, я спорить не буду, пожалуйста. Но я еще раз говорю, что мое убеждение, что в остальные периоды все сложнее. Давайте так, сложнее, я не отрицаю, но сложнее. А этот период для меня, вот именно по этим трем признакам, абсолютно фашистский. То есть это была абсолютно фашистская страна. При этом где были, в том числе, много хороших людей. Не в каждой фашистской стране живут одни фашисты. Там много хороших, добрых людей, которые как-то выживают в этой стране. Кто-то в благе, кто-то просто выживает. Ну вот так вот сложилось. Поэтому я говорю, что иногда мне вот эта трехчастная модель, она мне позволяет, особенно, когда меня, например, часто спрашивают, глядя на какие-то современные движения. Слово, какие-то там, молодежные движения, какие-то еще. Мне говорят, вот скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, Андрей, значит, вот эта вот фашистская организация или нет? Я всегда применяю вот эти три признака. Если я вижу только два, я говорю о том, что, скорее всего, она, допустим, прожезует. В свое время у меня был такой затяжной интеллектуальный конфликт. Мы никогда не, как это сказать, не рукоприкладствовали, никогда даже не публично не ругали. Ну так, как это, противостояние такое всегда было, интеллектуальное, такое, ну как это там, взаимное, наверное, не то чтобы не уборь, но, в общем, не удовольствие друг другом. Это когда в России были очень популярны боевые антифа, конец 90-х, начало нулевых. И я, в общем, их позиционировал как фашизоидные антифашистские движения. Потому что они боролись с расизмом с помощью насилия. Понятно, что им не очень нравилось, что я их так называю. Я их так называю, но нет, я это не делал в никаких статьях, там. То есть это было, скорее, в каких-то семинарских аудиториях, когда меня в лоб спрашивали, что вы думаете про боевые антифа. Не отвечал, что я думаю вот так. Для меня это слишком милитаристское. Ну там нет никакого тоталитарной системы жесткой, там ничего подобного. Они достаточно эгалитарные, достаточно, ну в смысле, антифашистские эти группы были достаточно горизонтальные. То есть сказать, что прям они были какими-то там очень жесткими, прям построенными, как, не знаю, какие-нибудь первички большевистской партии в 1912 году, скорее всего нет. Скорее всего, намного более мягкие. Но милитарность нет. Поэтому для меня это просто, опять же, для меня же повод скорее не ярлык навесить, а скорее задуматься о явлении. Потому что у меня же нет цели навешивать ни на кого ярлыки. Зачем это? Цель-то другая. Потому что следующее, собственно, мы с этого отчасти начали в разговоре, зачем расизм. Дальше в этой концепции есть другая сторона. То есть первая сторона, когда мы говорим, что да, есть гуманитарный, то есть вот такой, то есть есть трехчастный фашизм. Дальше мы смотрим, какие ценности противостоят, собственно, фашизму. И если мы это аккуратно начинаем выписывать, то что противостоит там? Расизму, милитаризму и датритарному мышлению. Мы обнаружим какие ценности. Свобода, ненасилие, человеческое достоинство, равенство, справедливость. Справедливость в смысле justice. Ну и так далее. То есть какие-то, не знаю, наверховянство права. То есть какие-то вещи. И если мы все их выпишем, ну там 5-7, то мы вдруг обнаружим, что на самом деле фашизму трехчастного вопроса стоит только одна единственная, ну как бы понятная на сегодняшний день идеология. Называется она идеология прав человека. То есть даже не либералит. А именно концепция прав человека. Вот она противостоит фашизму напрямую. Просто напрямую. Утверждая достоинство отдельной личности, утверждая базовые, подчеркиваю, принципы равенства, базовые принципы неприкосновенности личности и равенства. Ну и так далее. Все эти вещи. И для меня это очень важно. Что никакого вообще антифашизма, вот как такового, современного быть не нужно. То есть, наверное, нужно, чтобы какие-то движения назывались антифашистскими, но мы должны понимать, что они будут абсолютно просто правозащитными. Они будут просто утверждать идеи, концепции прав человека и ничего больше. И этого вполне достаточно. А дальше, собственно, идет как раз переход к так называемой концепции глубинного антифашизма. Когда мы говорим о том, что фашистские все три проявления, они не только нам даны, они еще и очень естественны. То есть они связаны с древней эволюцией, они глубинны, они естественны. И самое ужасное то, что в том числе есть тексты в Жюри Рише, почему, так сказать, я их сразу полюбил, эти тексты, а многие считают, что как-то мы то ли параллельно думаем, то ли она мои тексты читала. О том, что мы говорим, что в малых дозах фашизм нужен любому человеку. Начиная с того, что мы все фашисты внутри. Маленькие расисты, маленькие виктористы, маленькие агрессоры, маленькие диктаторы, маленькие рабы. То есть все это в нас есть. В каждом. Ну, кроме, наверное, святых, просветленных. Ну, есть какие-то существа, какие-то особы. Я просто в этом ничего не понимаю, но какие-нибудь очень индивидуальные люди мне скажут, что нет, у святых этого нет. Я, конечно, святых никогда не встречал. Я, конечно, скажу, ну да, наверное, я, ну, я что, вам буду, как это, спорить, что ли, с вами? Наверное, вам виднее, что, наверное, у святых этого нет. Правда, если читать биографию христианского святых, то обычно они начинали многие, тоже сложные были биографии. Не всегда они сразу становились на путь глубинного гуманизма. Часто они начинали с милитаризма, агрессии, расизма и прочих вещей. Но это так, это просто замечание в сторону. Так вот, что эта вещь очень глубинная, очень древняя, эволюционная и в малых дозах, к сожалению и счастью, не истребильная. В каком-то смысле концепция глубинного антифашизма говорит о том, что себя фашиста убить не только нельзя, не надо, еще и невозможно. И невозможно, и не надо. В малых дозах он часто говорит правильные вещи, как ни странно. Но это длинная, собственно, разговорка, к которому сейчас трудно к нему перейти. Причинайте жилье Решей, я думаю, как раз этот текст поможет об этом подумать всерьез. А вопрос заключается в том, способен ли мы его контролировать. Речь идет о контроле над внутренним фашистом, а не об убийстве. Не надо его, как раба, из себя пока предыдавливать, его просто надо научиться контролировать. И тогда, в общем, ну, говоря юнгианским языком, надо начать контролировать, как это надо подружиться со своей темой. Ну, то есть внутренний фашист на юнгианском языке – это, в общем, тень. Это то, что мы отбрасываем, то есть те наши черты, которые мы не можем в себе принять, и мы их отбрасываем, ну, например, на козла отпущения или на другого. То есть вот классический вариант «я не расист, ты расист» – это совершенно, ну, как бы, расистская концепция. То есть пока я говорю, что я не фашист, другой фашист, до этих пор я остаюсь на фашистском дискурсе. И только в тот момент, когда я говорю, что да, безусловно, я тоже фашист, и ты, скорее, не фашист. Вопрос заключается в том, можем ли мы друг другу помочь стать меньшими фашистами и начать контролировать внутреннего маленького фашиста в тебе и во мне, например, вместе. Вот этот разговор конструктивен, а разговор «нет, я не фашист, а ты фашист» – это совершенно деструктивный разговор, который, собственно, ведет только к увеличению фашистского дискурса. То есть показывать на другого «ты расист» или «ты фашист», или «ты литарист», или «ты милитарист» – это ничему не ведет абсолютно. То есть это только множит вот эти странные отношения. Короче, это довольно такой любопытный взгляд, который мне как ни страну близок, я имею в виду концепции гуманитарного и глубинного антифашизма. Еще раз на концепции гуманитарного антифашизма – это трехчастная модель фашизма и то, что права человека является главной в современном мире такой главной явной, ну, как бы социальной идеей, которой противостоит фашизм. А вот, конечно, когда мы говорим про глубинный фашизм, глубинный антифашизм, здесь уже, конечно, совершенно другие механизмы. Здесь, скорее, там, не знаю, какая-то внутренняя глубинная психотерапия, там, не знаю, трубы собственной тени, то есть тут уже другие вещи. Причем как на индивидуальном уровне, так и, видимо, на коллективном. Потому что я думаю, что у всех наших этносов и субэтносов дофига всяких, как это называется, ну, коллективных архитиков, всяких штук коллективных бессознательных, с которыми тоже нам что-то делать. Потому что очень часто, например, это даже не чувство отвращения к другому, а чувство вины, которое нас заставляет при этом другого ненавидеть. В общем, очень часто ненавидим тех, перед кем мы виноваты, а не наоборот. Ну, как бы, такая штука, да, то есть чувство вины может порождать расизм еще больше. Ну, вот, какие-то такие вещи. Вопрос про идеологию прав человека. В принципе, эта идеология базируется на как раз классическом либерализме. Я не видел никакого конкретного определения, границ этого идеологии. То есть, если как юридически, я это понимаю. То есть, конкретно сфиксированной бумаги, вони, это какой-то набор, который все расширяется и постоянно не улучшается. Но какая-то идеологическая концепция, это очень какой-то колоссальная, очень длинная нога, потому что она берет именно из других идеологий. Вы знаете, может быть. Может быть, да. Тем более, что я до конца не понимаю, что такое либерализм. Потому что я за последние... Ну, либеральный концепт. Ты ставь в Эрли. Я понимаю, но я слышал очень много подходов к либерализму, особенно в экономическом смысле. Поэтому мне очень трудно оставаться... Ну, в смысле, я имею в виду, что я, скорее всего, не специалист. И, скорее всего, я сейчас не смогу точно охарактеровать, где заканчивается либерализм, и, например, начинается неоконсерватизм. Там, где начинается неолиберализм. Короче, для меня это очень сложные вещи. Подчеркиваю, я не политолог, поэтому для меня это очень сложно. И я по образованию не пилот. Для меня это сложные материалы. А, посмотрите, по поводу колосса на блиненных ногах я даже с вами, скорее всего, соглашусь. Для меня, вообще, концепция прав человека стоит из трех простых вещей. Правда простых, но при этом безумно сложных. Как это? У меня есть лекция, которая называется «Права человека». Это безумно просто и невероятно сложный. Первая концепция. Люди договорились. Люди договорились, что есть такое понятие, как «человек». Примерно договорились о том, что это такое. И договорились о том, что эти существа под названием «человек» обладают некими особыми свойствами, в том числе нуждаются в особой защите. Например, стол не нуждается в такой защите, а человек нуждается в такой защите. Второе. Люди договорились. У меня это совершенно договорная концепция. Люди договорились о том, что в силу вот этого первого пункта у существ под названием «люди» или «человеки», или «человечицы» должен быть некий очень маленький набор прав. Совсем маленький. Причем они должны быть абсолютно универсальны. То есть этих людей нельзя убивать, причем государство их не должно убивать. Оно не должно их пытать, оно не должно их содержать в тюрьме, оно не должно им затыкать рот, оно не должно запрещать им исповедовать их религию, оно не должно их разгонять на свободных собраниях, оно не должно им запрещать объединяться в какие-то элементарные объединения. И еще, ну например, не должно мешать доступу к justice, к правосудию. И даже обеспечить это. То есть кроме негативных прав, еще какие-то позитивные. Совсем, вот совсем минимум минимум. Конечно, третья вещь. Люди договорились. Люди договорились о том, что для всего этого создается специальная хрень под названием «международное право прав человека». То есть все это закрепляется неким правом. Там вот были rights на втором месте, а здесь такое the law. То есть право. Вот это некие договоры, которые нельзя нарушать. И они специально международные, чтобы никакие местные, национальные и прочие, ни вожди, ни парламенты, ни кто другой, не мог это все отменить. То есть как бы мы говорим, что мы сразу договорились на международный мир. Вот для меня концепция прав человека, то есть все остальное для меня инструментально. Европейский суд, комитет ООН, это все инструментально. Вот для меня это договоренность о трех вещах. Что есть некие существа под названием «люди и человеки», которые обладают некими особыми, скажем так, нуждаются в особой защите, я бы так сказал. Ну, например, по отношению к неживому миру. А есть у них именно в силу этого набор неких прав, а в силу того, что эти права есть, их надо как-то закрепить. И вот они закрепляются через правовые механизмы. Вот для меня права человека все на этом заканчиваются. Все остальное для меня это философия какая-то, это либерализм, не либерализм, не знаю что. Все остальное для меня уже не идеология прав человека. А вот идеология прав человека для меня вот этот минимальный набор трех постулатов. И пока эти три постулата работают, я себя более-менее, то есть для меня, например, это другая опять лекция, где я как раз себя лучше чувствую, чем даже в этой теме. Да, потому что я ничего не помню в России, на самом деле. Ну, к сожалению, надо бы побольше просить. Нет, хотя, конечно, в детстве я был диким совершенно расистом, это сто процентов. Сейчас, да. И тема прав человека для меня вот фактически заканчивается на этих трех базовых постулатах. Все. То есть я говорю о том, что для меня очень важно, что если эти три постулата работают, куда включены как раз часть и тогда кто-то, кто и правда, и так далее, то я могу выживать. То есть для меня права человека – это не про то, чтобы мы все были счастливыми. Это просто про то, чтобы нас с вами не сгоняли вовшись. Все, вот про это. Или не делали с нами то, что сейчас делали недавно с антифашистами в России из Пензы и Питера. Вот, чтобы это… Для меня права человека, чтобы это не делали с людьми. Причем не сказать… Вы знаете, вот самое удивительное, я не хочу, чтобы это делали с антифашистами из Пензы, Пензы, но я же не хочу, чтобы это же и с Брэвиком делали. Хотя к антифашистам и с Пензой у меня много позитивных, а к Брэвику у меня никаких позитивных человеческих чувств нет. Но я не хочу, чтобы с ним это делали. То есть для меня в этом смысле, в смысле именно прав человека, эти люди одинаковые люди. Я не хочу, чтобы это происходило ни с теми, ни с другими. Вот просто никогда. И это не должно быть связано с полным гендером, цветом кожи, политическими взглядами, чем и еще. То есть я так же против, чтобы такое творили скандаты, который сам много чего натворил, так же, как я и против, чтобы такое творили с какими-нибудь там, не знаю, Мартином и Ньютором Кингом. Короче, для меня это не значит, что кого-то я уважаю, а кого-то нет. Это не про уважение, не про любовь, это про другое. Это про желание, чтобы у каждого человека был вот этот минимальный щит. И вот чтобы эта конструкция работала. Вот для меня права человека только про это. И все. Вот я на этом себя ограничиваю. А дальше я уже действительно социальным философом, рассуждаю про гуманитарный антифашизм, про то, про все. Но это уже совершенно другая сфера. То есть это не сфера моей прямой профессиональной деятельности, где я занимаюсь правами человека. Давно была рука. Что там не было никаких, вернее, не было никакого геноцида со стороны гидийских. По отношению к мусульманам, которые живут в Бангладеш, в Бангладеш, это фейк. Правиль Верховного комиссара Панелан беженцев ООН зарегистрировал. Это все фейк. Я слышал эту новость, что мне кто-то говорил, что это фейк, не стоящий тому фейк. А вы можете это сказать? Доказать? Нет, я там не был. Давайте так. Есть источники, которым я делаю. Например, таким источником является Верховный комиссар по правам человека ООН. Вот этот принц. Известный арабский принц, который сейчас до сих пор подглавляет правление Верховного комиссара по правам человека. На этом я думаю, довольно достойный человек, очень нейтральный, с совершенно плетящим образованием. Дипломат, уже не знаю. Вот он утверждает, что это так. Его представители там были. Правление Верховного комиссара по делам беженцев, которому я очень доверяю, оно работает в очень многих странах. И мне приходилось работать в том числе для того, чтобы, например, помогать беженцам из Центральной Айнии России, кстати, даже из Беларуси в свое время, в 10-11 году. То есть я работал с этим управлением, в смысле, как правозащитер, и я доверяю источникам. Это говорит международная амнистия, среди членов международной амнистии, функционеров высокого ранга, много моих друзей. Это говорит имнер-Россия очень. Организация, где тоже среди исследователей, функционеров высокого ранга, много моих личных друзей. То есть есть для меня доверенные источники. Я вам не могу сказать, понимаете, могу сказать мамой клянусь. Вот не могу, да? Но я читал очень много текстов, подчеркиваю, очень много текстов, исходящих из очень... людей, которым я лично знаю и лично доверяю. Если немножко... То есть если мы не говорим сейчас про масштабы явлений и так далее, является ли это геноцидом со стороны именно в целом буддистов, по отношению в целом к мусульманам, скорее нет. Потому что, скорее всего, как я понимаю, это проводит правительственная армия. И мы не очень понимаем, как мирные... Наверняка среди буддистов, мирных жителей, есть масса людей, которые на это недовольны, они очень сопереживают своим, в том числе, соседям, мусульманам Рахинджи и так далее. То есть наверняка среди обычных людей, буддистов, есть масса людей, которые это воспринимают как трагедию. Потому что это своя собственная трагедия. Что так поступают с их соседями и иноверцами. Это проводят милитарные структуры. Дальше. То, что среди мусульман Рахинджи были радикальные группы, которые в том числе совершали теракты, это тоже право. Давайте так, там очень много сложных прав. Есть вообще такая история, что Рахинджи начали вообще. Потому что Рахинджи это колонистами английскими завезённые. Я знаю. Но опять, понимаете, но ведь не этих же людей завезённых. Прям этих конкретно. Я понимаю, но вся штука, что Рахинджи заключается... Конечно. Если вы говорите о том, что наверняка были радикальные религиозные элементы. Нет. Я думаю, они доставляют даже одного процента в Рахинджи. Но среди них были радикалы, которые начали провокации, в том числе насилие, уверен, что да. Может быть, даже они первые. Смотрите, я же сейчас не про то, кто первый начал. Я же как правозащитник у меня есть очень простая вещь. Есть государство. Государство должно заботиться обо всех своих гражданах. И чёрных, и белых, как говорили вчера. То есть, неважно. Эти граждане могут хотеть проявлять насилие. Эти граждане, наоборот, могут быть жутко мирными. Но государство должно обеспечить минимальную безопасность защипа абсолютно всех. И это значит, что нужно не сотнями тысяч третировать людей, а как это, изолировать террористов, именно как террористов, а не как мусульман, и с ними работать отдельным образом. Я понимаю, что это очень сложно. Понимаете, так как нормальный человек, не как безумный правозащитник, как нормальный человек, я понимаю, что это очень сложно. Но я понимаю, что так надо. То есть, если мы хотим когда-то более-менее, ну сейчас я начну вообще ужасные, пафосные слова, произносительные из этого, гуманного миропорядка, там ещё кому-нибудь фигню на что-то произносить. Ну короче, если мы хотим, чтобы когда-нибудь на планете был более-менее, более-менее гуманный миропорядок, соблюдающий права человека, мы должны всё равно призывать власти к этому. И я понимаю, что есть жертвы среди навернга, среди солдат ньянских, на которые эти, ну не будем их называть карательные, но частично карательные операции проводят навернгами. Понимаете, это очень сложный махрос. Я сейчас просто говорю о масштабах трагедии, о том, что сотни тысяч сейчас бежатся в соседнем Белинадеше, это факт. И то, что большинство из них, это дети и женщины, безоружные, беззащитные, это тоже факт. То есть это не, в смысле, давайте так, я, факт в смысле мне известный, это значит, что я это прочёл, наверное, к источникам. Но я не готов, ещё раз говорю, мамой поклясться, потому что я сам там не был лично. Да, вот, например, на чеченских войнах я лично был, а в Крыму я лично был, да? Я говорю, я вообще что-то и от них не делаю. Ну вот, шаш. Ну и хорошо. Я надеюсь, что тут ещё агностики есть. Я вообще чисто берёжу, когда всё перерезут и всё, и спокойно жить, да? И останутся атеисты и агностики. Понятно. И будет, наконец, счастье. Правда, потом агностики начнут резать атеистов, но это не важно. Это будет отдельный момент, сложный. Потому что момент, когда атеисты резали других, тоже был. Да, эта история печальная. Но это совсем другие атеисты, конечно, были абсолютно, чем... Потому что современные атеисты, это те, которые предостают, в общем, жёсткой матрице, опять же, такой, патриархально-реагиозной. А в тот момент, наоборот, они будут предоставить иметь собственную матрицу. Хорошо. И ещё есть вопросы, идеи, темы для беседы. У меня улыбаетесь, я не помню, где-то было, или у вас были истории беседы. Просто так, афониментализма... А, да, это было. Это было. Это было не у меня, да? Смотрите, да, вот на большом с вами семинаре я как раз тоже уделяю этому достаточно много внимания. Сейчас это будет такая демоверсия, просто чтобы немножко коснулся этой темы. Я потому что, как раз Данил Горецкий, и я вслед за ним, вводит такое любопытное определение гуманизма и фундаментализма, которое, ну, как бы, нетипично, но мне оно очень близко. То есть он говорит о том, что фундаментализм, это вообще не проплог. Кстати, если мы вспомним корни этого слова, не знаю, курсиво или нет, кто себя начал называть фундаменталистами в 20-м веке, сами себя. Откуда вообще этот термин взялся именно в 20-м веке? Причём вот именно фундаменталисты. Это религиозные группы христианские в СССР. Примерно 10-20-м веке. То есть это никакого не имеет отношения к исламу, это никакого не имеет отношения к ближнему власту, вообще ни к чему. Это, как бы, американские религиозные группы, которые практически, ну, такие неопратестанты, которые говорили снова, давайте возвращаться к первых христианству, вот к христианству первых трёх веков, к простоте. Я не очень, я сам тоже не христианин, поэтому, да, мне сейчас трудно полностью разложить все эти вещи, да, и я сейчас просто боюсь что-нибудь сказать какую-то неточность, да. Вызовы очень сложные. Давайте чуть-чуть простые ответы. Ну, например, очень много мигрантов в современной Европе. Я знаю сейчас два ответа, которые дают. Первый, не пущать, это дают как бы правые. Второе, мультикультурализм и немедленная адаптация. То, что дают, так сказать, другие. А проблема заключается в том, что вот... Когда-то на меня очень сильное впечатление произвела книжка, по-моему, называется «Убийство в Амстердаме». Я могу ошибаться. Автора я не помню, это голландец, который написал по поводу двух известных убийств, там фактически убийство двух ультраправок. Причем один из этих ультраправок был Герем, открытый. То есть там очень интересная история. Так вот, он, например, описывает вещи, о которых у нас не принято говорить. Например, о том, что во многих западных странах есть целые районы в крупных городах, так называемые районы телевизионных тарелок, где люди, являясь гражданами этой страны, совсем не понимают местного языка. Совсем. Они говорят, ну, турецкую деморадку вообще не поминают. Или на каком-то своем африканском. То есть просто... Причем они уже граждане втором-третьем поколении. В этом проблема. Не в первом. Но они все равно... Тарелки, в смысле, они слушают свою аджазиру. Они не слушают местное телевидение. Они вообще не в контексте. Вот они живут как в своем гене. Дело не в том, что они какие-нибудь плохие. Или в том, что они особенно хорошие. Вопрос в том, что просто интеграция не происходит. Вот этот вот мир о том, что интеграция сама собой происходит... Ой, посмотрите, как голосовали россияне граждане Германии. Граждане России и граждане Германии. Посмотрите, как они голосовали на библиотеках Германии. Потому что нам же все время говорят, что надо в Евросоюзе пожить. И демократией ты сам пропитаешься. Вот им пропитаешься. Демократией либерализм. Знаете, не получаешь. Вот не получаешь. Вот все это фейс, к сожалению. Но я сейчас не про это. То есть в Москве очень мало меняется. То есть только кажется, что русский, попав в Германию, сразу становится либералом и видит ценности западного европейского мира. И тут же идет бороться за европейский мир против всяких гибридных режимов. Ничего подобного. Вопрос заключается в том, почему я про это упомянул. Что обе эти схемы сейчас работают плохо. Это совершенно не значит, что я против интеграции или против чего-то. То есть я просто понимаю, что они плохо работают. Что они работали до поры до времени, пока мигрантов было мало. А когда, например, началось лавинообразное появление мигрантов, в том числе благодаря совершенно, я считаю, преступной политике самих европейских стран на Ближнем Востоке. Но это отдельный вопрос, как они участвовали в бомбардировках, то есть вот эти противочеловечники и так далее. Сейчас я не хочу эту тему разбирать. Но в целом проблема заключается в том, что те ответы, которые дает современный политикум, не глупый, не подлый, современный европейский политикум, это ответы очень простые, очень фундаменталистские. Я гарантирую, что ни одной из них будет работать. То есть проблема в том, что это простые ответы на сверхсложный вызов. А я, собственно, начинал с этого, что вызов сверхсложный. То есть невозможно это решить только адаптацией или только заградительными мерами. То есть меры должны быть более сложными. Ну, например, вообще подумать, а что нам делать сам? Вот если вы посмотрите, например, есть знаменитые вот эти карты ООН, как живут люди южнее Сахара. Ну и там оказывается, что 90% людей живут меньше, чем на 1 доллар в день. Ну, все вот эти знаменитые таблички. Знаете, вот что нам делать с этим миллиардом людей, которые живут южнее Сахара? Нас это не касается всех. Вообще никак. Пускай там друг друга давят, тушат там и так далее. Или нас это как-то касается. Короче, проблема в том, что все ответы, еще раз, которые я слышал, они, может быть, даже хорошие. Но они фундаменталисты, в смысле простые. Короче, фундаментализм это на сверхсложный ответ, на сверхсложный мысль, на сверхсложный вопрос у нас есть простенький ответ. Это для меня фундаментализм. Причем ответ, в который мы свято верим. Это тоже очень важно. Не ответ, в который мы говорим, ну давайте попробуем. Это нормальное моделирование. Ну, то есть любая модель это всегда упрощение реально. Я просто по первому образованию физик, поэтому для меня легко вот как раз, как раз я не гуманитарий. Для меня очень легко отличать науку и моделирование от фанатичной веры. То есть фундаментализм – это в каком-то смысле фанатичная вера в хорошие идеи. Вот, например, классический пример очень нюнишного, ну, на самом деле нет. Сколько-то на самом деле нет. Но для многих, кто не читал подробности, для многих такой нюнишный фундаментализм – это, например, деятельность Мать Перета. То есть вы почитаете подробно, что делала Мать Перета, то у многих из вас волосы дыбом встанут на голове. Нет, она не резала детей, она не убивала никого, не насиловала. Просто в ее, например, больницах были запрещены обезбудивающие. Просто запрещены. И люди в окна выходили от невыносимой боли. А так все хорошо. Потому что у нее были очень фундаменталисты, очень простые ответы. Как нужно. Вот она знала, как нужно. Понимаете, она из тех людей, кто знает, как надо. Вот у Валича, да, есть прекрасная песня, «Тобойтесь, единственное только того, кто скажет, я знаю, как надо». Найдите эту песню, она прекрасна. Вот проблема заключается в том, что она знала, как надо. Вот для меня фундаменталисты – это тот, кто знает, как надо. Не сомневается ни одной минуты. Он прям знает, как. Вот так надо, и все будет заживись. А для меня, вслед за Даниилом Гориским, гуманизм – это не про хорошо, не про любовь, не про счастье, не про какие-нибудь слащавые штучки. Для меня гуманизм – это про понимание того, что в современном сверхсложном мире никаких простых ответств у нас нет. Нам нужно будет искать очень сложные вопросы. На сложный вопрос. Нет, естественно, простые вопросы могут быть простые. А на сложные, к сожалению, вопросы нам нужно будет искать очень сложные междисциплинарные ответы. И понимать, что никакие простые решения не сработают, в смысле, сработают вот сейчас, а глобально нет. То есть мы должны быть готовы к очень сложным решениям. Вот про это. То есть, короче, гуманизм – это на самом деле очень сложно. Потому что на самом деле действительно современный мир, ну, вообще современная стилизация, жутко устала сложным. Мы действительно последние 20 лет просто переутомили. Мир настолько стал сложным, что с ним просто очень тяжело взаимодействовать. Нам хочется очень простых систем. Ну, вот, там хочется, наконец, простых решений. Как это? Простого человеческого счастья. Мужского, трансгендерного, не знаю какого. Простого, понимаете? Простого, простого интергендерного счастья. Понимаете? Вот такого элементарного. Да. А вот оно как-то не получается, потому что, к сожалению, нету вот этих простых схем. То есть они давно уже перестали работать. Вот. И вот это действительно один из серьезных вызовов, потому что, ну, еще одна большая сложность, как это, говоря языком матрицы, ну, я имею в виду фильма, я, кстати, первый фильм считаю, что хороший его надо смотреть, а остальные, я уже как-то не в восторге. Ну, вот, первый фильм, я считаю, что прям супер, прям вот, смотрите, как это, массив. Так вот, там, если вы помните, была красная и синяя таблетка. Вот проблема в том, что современный фундаментализм, он не один. К нам приходит, вот, знаете, наверное, вы видели в каком-нибудь кафе, ресторанах, здесь такие для чая, вот, потому что там много-много разных сортов чая. Вот ты можешь в каком-то кафе, вот к нам сейчас приходят вот с таким набором фундаментализма. И они всех цветов. От ультрафиолетового до инфракрасного. Всех. Выбирай. Вот это сложно. То есть, когда тебе противостояло, не знаю, ты гуманист, тебе противостоит католическая церковь, там, в средние века, это понятно. Когда ты гуманист, тебе, так сказать, противостоит православие, самодержавие, народность, тоже понятно. Когда ты гуманист, тебе противостоит большевистский террор во главе со Сталином, понятно. Ну, все понятно. А вот когда ты пытаешься быть гуманистом, а тебе говорят, знаете, у нас есть фундаментализма всех сортов. Знаете, вот этот либеральный фундаментализм. Вот христианский, причем отдельно христианско-католический, отдельно христианско-пакистанский, причем много протестанцев. Вот отдельно христианско-православный, причем христианско-православный РПЦ, а есть еще христианско-православный не РПЦ. У нас еще тут набор целых. А есть еще либеральный, а есть неоконсервативный, а есть правый, а есть вот такой левый, а есть троцхистский, а есть не троцхистский, а неомарксистский, а есть еще вот анархистский, а есть анархиско-синдикалистский, а есть просто анархистский. Вот у нас набор целых. выбирай какой фундаментализм тебе больше нравится и ты собственно ты понимаешь вот она свобода свобода же выбора свобода выбрать из фундаментализма но это действительно безумно сложно смотрите я называю фундаментализмом давайте так я сейчас не знаю ни одну серьезный политический идеологию которая бы всерьез предлагала сложные решения наверное эти же идеологии когда-то были намного более сложными я утверждаю только следующее как каждая из этих идеологий имеет свое гуманистическое свое фундаментализм в каждой из них внутри либерализма есть гуманистические фундаменталистские черты вопрос в том что чаще всего нам предлагают как раз фундаменталистки вот оно вот оно решение вот она пилюля выпей все будет замечательно то есть вопрос для меня не в том что какие-то хорошие а какие-то плохие или есть какая-то метапилюля прекрасно я не знаю я не думаю что никакой метапилюли не существует в этом вся проблема нет красной таблетки и вообще не существует я про то что вы когда называетесь фундаментом вы сами находитесь в каких-то отношениях или прочее и то что для вас там вы делаете что-то простое решение вы сами пристрастны наверняка так вот как просто рефлексирую я по поводу своей пристрастики да правда неужели я боюсь что вы как прекрасный человек судите по себе я думаю что девяносто девять процентов рефлексируют редко я думаю что часто фундаментализм происходит потому что люди хотят вреда я не думаю например что мать тереза много рефлексировала при этом я думаю что у нее было горячее сердце знаете фундаменталисты часто фундаментализм часто создают люди с горящим сердцем вот как мы странно и хотящим хорошим это очень редко законченный мерзаций очень очень редко часто это вообще прекрасный вид вопрос как раз для меня скорее в нерефлексивности и не способности оценить собственный придуманный фундаментализм всего лишь как некую временную модель если вы мне сейчас скажете что то чем я занимаюсь всю свою жизнь именно правами человека является очень несовершенной моделью которая скорее всего лет через 15-20 будет полностью пересмотрена и мы перейдем с какой-то другой модели защиты защиты индивидов а не через права человека я скорее всего по одной причине я понятия нет то есть я не готов за права человека никого убивать то есть не убивать не умирать я не готов отмечать матери которая готова была и умирать и убивать за свои идеи очень благородно понимаете для меня фундаментализм это про каком-то смысле про фанатизм профессиональные призываю вас к пацифизму я по моему никогда призывал призывал лишь не быть милитаристом и не культивировать агрессию насилия я например сторонник ограниченного насилия я не поцепил за права человека вот прямо именно за права человека я убивать никого не буду давайте так готов ли я защищать какое-то меньшинство от насилия большинства если я понимаю что моя жертва будет понимаете когда мне мои друзья из Донецка и Луганска писали я в это время был в Крыму в Крыму уже было довольно спокойно но там уже все было оккупировано они мне писали почему ты ничего не делаешь я могу сделать только одно я могу лечь под танк к сожалению моя жертва ничего не останавливает то есть она будет бессмысленной хорошо я лягу под танк потому что я против всей этой ужасной войны что я сделаю еще что я должен взять базу что как я могу это остановить то есть у меня есть свои методы как там правоварительные они не эффективны они здесь не работают сторонник ли я например ввода максимального количества миротворцев по всему периметру ДНР и ЛНР безусловно сторонник могут ли из этих людей кто-то по страдаче умереть да могут но они не убивают за права человека это очень важная вещь и они прекрасно понимают насколько эта модель скажем так несовершенна малоэффективна и в общем ну да все все на самом деле очень плохо и в этом смысле для меня например очень важный фильм про этот отель Руанда да вот он как раз про это про позицию умытия рук и позицию все таки активного ну как бы активной защиты подчеркиваю я понятия не имею что нужно делать понятия не имею нужно ли бомбить военной демократии я не знаю у меня нет ответа понимаете у меня нет ответа я не думаю что то что например сделали Соединенные Штаты в Ираке это было правильное действие а вот что нужно было вместо этого делать я не знаю я правда не знаю у меня нет никаких ответов то есть скажем так если бы меня кто-то спросил и сказал вот дорогой Андрей Юрьевич вот есть группа международных экспертов куда входят кстати военные эксперты и правозащитники и юристы и так далее вот пожалуйста у вас два месяца чтобы вы для ООН придумали что так что делать с Ираком потому что Хусейн регулярно бомбит курдок да это безобразие это тоже геноцид наверное я бы получал придумал бы я там что-нибудь или нет понятия я не знаю я не такой умник я понятия не умею но я бы с удовольствием об этом подумал у меня нет ни одного ответа я не знаю что делать я не знаю что сейчас делать с Восточной Украины я понятия я не знаю что делать с Сирией потому что вход турецких войск на север Сирии в общем не сильно лучше того что там творят сирийско-российские войска понимаете ну вот сказать что понимаете вот например когда я разговаривал еще четыре года назад с правозащитниками известными кто-то ездил в Сирию я специально спрашиваю а есть там датальян все барбитные кардиналы все верно там сплошное насилие просто одни побольше другие поменьше там ну то есть есть совсем чудовище как единство запрещенной в России организация вот и есть более-менее там почти жертвы там ну вот часто в каких-то районах Курды как раз еще кто-то но в целом там все нехорошие там Асад где-то еще посередине он конечно чудовищный мерзавец но где-то посередине то есть проблема как раз в том что там нету вот вот сказать вот там есть светлость подарить ее поддержим а вот эти силы темные там все безумно сложно и как раз если мы пытаемся действовать исходя из того что вот мы этих поддерживаем а этих мочим я боюсь что как раз вот это вот это простые схемы если вы спросите какая сложная а я не знаю какая мне думать надо дно я так не умею я очень тугодумываю понимаете я просто не занимаюсь этим размышлением у меня так я работаю обычно часов там 17-18 суток у меня нет времени отдельно подумать про силы если меня спросят специально я буду понимать что мое мнение для кого-то значит я сяду и подумаю я специально не думаю у меня нет на это времени и силы то есть я думаю над тем по поводу чего у меня есть время и силы например по поводу того что делать в Украине меня регулярно спрашивают мы проводим совместные круглые столы там украина российская там европейские и так далее и там конечно все очень плохо на самом деле я имею ввиду очень плохо потому что в общем опять ситуация чуть чуть сложнее чем она рисуется многими даже очень уважаемыми ну например там ситуация чуть сложнее скажите не сильно чуть сложнее чем например обидится многими правительствами не всем некоторые как раз понимают а некоторым она кажется чуть более простой но вот она там чуть сложнее и поэтому там просто одномерные решения практически уже не сработают там были какие-то очень сложные комплексы то есть так же как я не хочу вообще на эту тему рассуждать но я совершенно не понимаю как можно там что делать с Крымом вот как это вот что с ним делать то есть я понимаю что его нельзя держать в составе России это незаконно но что с ним делать я понимаю у меня нет мне с того есть просто взять опять с людьми куда gdzieś та....... то есть я не понимаю что с этим нет с точки зрения НУП, понимаю что там пишется тут до он пишется все понятно а вот с точка зрения живущих там людей я не понимаю уже провели уже провели не нормально давайте так еще раз смотрите Когда я уливал в Крыму, и до этого в том числе, там несколько украинских правоохранительников вспоминают, что я им сказал примерно в 2008 или 2009 году, что если вы не измените здесь свою политику, то вообще у вас в Крыму снова будут большие проблемы. Крым очень недоволен политикой, в том числе, кстати, и его хочет. Очень недоволен. Он очень недоволен. Это так было. Но скорее это был местечковый сепаратизм, не прорасизм. Стало ли он доволен Москвой? Нет, конечно. Вопрос в другом. Давайте так. Я почему не хочу это продолжать, потому что мы сейчас вот этим диалогом наверняка очень многих людей обидим. Я не хочу этого. У нас все-таки прорасизм сейчас, а не про порождение расизма дополнительного. Беседа экспромта. Я лишь к тому, что просто взять и просто сделать сейчас невозможно. Весной 2014 года, наверное, еще можно было. А сейчас невозможно. То есть, давайте так. Это надо решать. Это нельзя так оставлять. Но простых решений здесь уже больше нет. Ну потому что мир меняется. Вот их нет простых. Вот. Если вернуться к теме расизма. Да, давайте. Это правозащитник, работающий постоянно в публичном поле. Терминология. Какая может использоваться, какая нет? Потому что часто с расизмом связана тема язык в России. Я имею в виду проявлением расизма употребление, например, слова «негр», «цыган». Либо это в русской язычной среде… Смотрите. Я сейчас дам, в общем, ответ довольно неполноценный. Потому что я все-таки занимаюсь прежде всего прямыми нарушениями прав человека. Прямыми. Является ли нарушением прав человека оскорбление одним человеком другого? Скорее нет, чем нет. Нравится ли мне это? Нет, не нравится. Я стараюсь не использовать музыку правды и стараюсь всем журналистам говорить о том, что его лучше не использовать. Если, например, людям не нравится, как упорно зачем-то, я не знаю, кто ей проплачивает, почему «Медуза» 500-ы, упорно пишет «Белоруссия». Вот какого хрена она не пишет «Белоруссия», я не понимаю. Я не понимаю, что это за расизм такой. В чем проблема языковой? Мне он непонятен. Я не могу никак объединить. Почему та же «Медуза»? Я не говорю про «Этарта». Та же «Медуза» упорно пишет «Молдавия, а не Молдова». Я не могу этого понять. Мой слабый репетилий мозг не может это осознать. Почему так происходит? Фашизм корректор. Да, фашизм корректор. Возможно. Но если бы я был главным редактором, я бы уже давно этого корректора попросил бы изменить свою корректорскую политику. Потому что вопрос заключается не в том, как правильно. Знаете, с точки зрения правильности многое очень неправильно. Вопрос заключается в том, как для людей важно, чтобы не чувствовать себя оскорбленным. Поэтому я, например, за последние 3-4 года, наверное, в 5-6 раз стал больше применитивов использовать, чем за предыдущие 2-3. А до этого я вообще их не использовал. Потому что их, кстати, не использовал. По очень рациональной причине. Нет, рациональной. Они удлиняют речь. Они правда удлиняют, потому что, например, нужно обязательно начинать участницы и участники. В 2 раза речь удлиняется. И у меня было очень рациональное, внимание, расистское обоснование. У расизма всегда есть рациональное обоснование. Причем честное, рациональное. Но вопрос, как цель-то у меня какая? У меня цель дальше расизм продвигать своим языком. Потому что один мой друг совершенно правильно сказал, что язык это фашизм. Язык сам по себе фашизм. Через язык мы транслируем либо фашистские конструкции, либо наоборот конструкции терпенности. Для меня очень важно, что если мой главный инструмент это язык, я пытаюсь через язык, насколько могу, у меня не всегда получается корректно, насколько могу, стараюсь транслировать какие-то конструкции терпенности. Понятно, что как любое существо не безумно умное, не страшно толерантное и так далее, и все равно достаточно примитивное, у меня не всегда это все хорошо получается. Я просто к тому, что это точно не вопрос в строгом смысле прав человека. Для меня права человека начинаются в тот момент, когда Россия выступает в виде прямых призывов к насилию или дискриминации. Даже не действия к призыву. В чем, кстати, очень интересно. Американское понятие свободы слова, там можно призывать к насилию, а европейское нет. То есть Европа более ограничена. Я, например, не могу говорить, что я призываю к дискриминации по отношению к мужчинам, которые носят длинные волосы до плеч. Вот я призываю к насилию, над ними дискриминации. В Америке это нормально. В Европе это будет воспринято как язык хорошо. Ну то есть есть границы, да? Но когда я просто говорю, что там как-то оскорбляют, это про оскорбление. Это другая немножко вещь, да? Ну короче, здесь просто в этом поле очень много всего. Все-таки мы должны помнить, что права человека, конструкция, это про защиту меня, как индивида, не от других людей, а от государства. Потому что от других людей как раз придумано государство. Ну, в смысле, оно должно как общее благо иметь полицию и так далее. А вот как меня защитить от государства? Вот это была совершенно новая идея. В чем ее новизна? Как мне защититься от соседа, понятно. А вот как мне защититься от полицейского, который приедет на мой вызов и меня утачит в черном воронке? Вот это не вот мне как защититься. Вот это вот, то есть появление вообще концепции прав человека, оно было связано именно с этим. И поэтому для меня тут, ну короче, в вашем вопросе есть очень много и межличностных отношений, и понятия просто в уголовном кодексе оскорбления, и всякие другие вещи. Я все-таки разделяю две вещи. То есть первое, да, это мой язык, но это не про права человека. А второе, это про то, что права человека начинаются в тот момент, когда мы призываем к насилию. В этот момент, причем эти призывы поддерживаются власти. То есть, как это, действие, либо преступное бездействие власти. Власть, например, видит призывы и говорит, окей, это же по отношению, не знаю, к вот таким людям, по отношению к ним можно призывать. Если власть такое говорит, у меня это начинается нарушение прав человека. Когда власть говорит, что по отношению к таким людям можно призывать насилия, а вот к другим нельзя. Ну, понятно, что выбранные могут быть кто угодно, по любому. Вы все это время говорили про логистику, права, юридических студентов, и мы почти не говорим про экономическую дискриминацию, потому что все специально не стоит на определение прав человека, и он, собственно, не смещает себе никаких экономических границ. Нет. Поэтому, допустим, режим, ну, даже после отмены режима партии в ЮАР, мы все равно получаем еще и российское сегрегированное общество, где расовое, допустим, изменение когда ставят пласты, в основном, и наоборот. То есть, если мы говорим расовое, то, типа, мы защищаем, да, а если это ощущается какое-то такое более сложное экономическое разделение, то это будет, ну, извините. Как бы, как бы, что делать тогда? Хороший вопрос. Смотрите, вот как раз, с моей точки зрения, на этот вопрос современная концепция права человека не отвечает. Вот это ментальное право человека, да? Вот когда мы в права человека уже все, право на дом, право на, там, не знаю, на 10 жен и 15 мужей, вот когда мы сюда все вот это включим, то есть, условно, право на счастье. Вот американская концепция, вы помните, это не право на счастье, право на стремление. Ну, не конституция, а декларация независимая, написано право на стремление, но это не право на счастье. Никто тебя не обязан делать счастливым. Ты не имеешь права требовать счастья. А вот стремиться к счастью, это значит, что тебе не должны запрещать работать, покупать дом, становиться богатеньем, становиться олигархом, вот тебе все это не должны запрещать. Это твое стремление к счастью. Такая американская модель. Еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что концепция прав человека очень узкая, очень пограниченная и не решает очень многих важнейших вопросов современного. И если мы говорим, я, кстати, вы помните, даже чуть-чуть про это коснулся, вопрос неравенства, неравенства стран, роста неравенства, там, вот мы сейчас говорим, что 1% населения контролирует чуть не 80% капитала, прекрасная книга, недавно вышедшая «Капитал» в 21 веке. Когда опять рост капитала быстрее, чем рост заработка среднего класса, который зарабатывает своим трудом, своим умом и руками. Да, это очень серьезная глобальная проблема, новая. То есть в конце 20 века казалось, что вроде бы все начало выравниваться, а в раз в 21 веке. И снова неравенство стало только увеличивать. И начало закрепляться, в том числе институционально. Да, это колоссальная проблема. И я думаю, что это уже не про права человека, это про что-то совершенно другое. Нужна новая глобальная концепция, я не знаю какая, которая в себя включит в буквы какие-то книжечные показатели. Есть уже, да? Как называется? А? Ох, как-то мне боязно сразу стало. Нет, есть, например, сейчас вот эта концепция ООНовская устойчивого развития, которое, кстати, белорусские власти, как списанный ТОР, приносятся. Причем только Беларусь. Вот в соседних странах, в России, в Украине, концепцию устойчивого развития. Что? Где? Кто? То есть кто-то совершенно, в России никто не знает про него, вообще нигде никто не знает, кроме вот Беларусь просто перестала столица. Беларусь. Беларусь. Все ООНовские чиновники именно по поводу устойчивого развития. Там девятнадцать всех этих показателей, включая все экономические. К сожалению, я не думаю, что это эффективный инструмент. Я думаю, что это скорее, ну, я не скажу, что его придумали плохими. Скорее всего, хорошее имя. И скорее всего, для хорошего придумывания. Но то, что это эффективный механизм как раз решения тех проблем, о которых вы говорите, я помню, что нет. Но как решать те проблемы, о которых вы говорите, я не знаю. Чтобы честно. Опять же, для меня это совершенно открытый вопрос. И я им не занимаюсь только по одной простой причине. У меня, а, не хватает на это силы решения. И, б, по большому счету, меня никто не спрашивает. Я имею в виду, не было никаких крупных международных каких-то институтов, которые бы сказали, а вот скажи, если ты скажешь, мы с тобой хотя бы поговорим. Не просто ты, не знаю, поболтаешь в своем кругу. А вот мы правда послушаем. Давай вместе порассуждаем, что можно. Я бы не отказался. Но так как я, к сожалению, не обладаю вот таким рангом, я просто не трачу на это свое время. Но не потому, что я не считаю это важным. Может быть, даже это более важно. что делать с правами человека. Просто, что делать с правами человека, я понимаю. Я этим занимаюсь больше тридцати лет. Я этим начал еще заниматься, там, юным студентом. У меня был даже период такой... Ну, в Советском Союзе. У меня стаж, три года попольного стажа. У меня права человека – это очень древняя вещь, которой я занимаюсь в свою жизнь. Но... А вот этим я не знаю, как я понимаю. Поэтому мне ужасно интересно, когда находятся люди, которые мне начинают что-то над чем рассказывать, какие-то модели, что-то еще. Там... Я очень часто помню, кстати, среди моих друзей есть достаточно много новых левых. То есть, они эти концепции рассказывают. Ну, да, я слышу того. Пока я не услышал ничего, чтобы мне показалось устойчивой, успешной моделью, которая правда решит эти проблемы. Так же, как у меня вызывает, там, сложное очень чувство либертарианности. Вот в таком чисто... То есть, противоположном. Короче, все эти модели пока мне не кажутся эффективными. Но моделировать надо дальше, конечно. То есть, я правильно понимаю, что секущая модель просто не работает? То, что ты предлагаешь, люди не работают? Ничего не работает? Нет, вы не знаете, вы не знаете. Вы не спрашиваете, ничего не работает? Смотрите, я думаю, что ряд моделей в старой Европе работает, но именно в силу истории. Работает ли модель, ну, такого ограниченного госкапитализма в Северной Европе? В общем, работает ли она. Обеспечивает ли она благосостояние в Скандиналии? Обеспечивает. Но при этом мы должны понимать, что, например, запасы нефти в Норвегии на единицу населения, на единицу населения много больше, чем в России. На единицу населения, не по объекту. Что это все-таки довольно уникальные явления, эти страны, где живет очень мало людей, и они сумели достаточно обеспечить благосостояние на много-много лет, или там Швейцарию, или еще. Понимаете? То есть, когда я говорю, не работают, я имею в виду, что их невозможно вот взять прямо сейчас, перенести куда-то, да? Вот взять швейцарскую модель и перенести в Кабистан. Не получится. Или взять шведскую модель и перенести в Египет. Не получится. То есть, я только про модели, которые можно прямо вот перетащить и включить. То есть, там, работает ли в Швеции шведская модель? Работает. А работает ли она в Казахстане? Нет, не работает. Или в Беларуси. То есть, я сейчас только про одно, да? Все попытки, практически все попытки, вот просто перенесение моделей вот таких, они, в общем, не показали свою жизнь. Точно так же, как и мы смотрим, что, например, экономически центральная Европа стала довольно успешной, а с точки зрения идеологии, мы видим, что процессы в Венгрии, Польше и Чехии, в отличие, кстати, от прекрасной словаки, процессы довольно сложные. Австрия. А? Австрия. Австрия, да. Да, вот так вот. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? То есть, я не к тому, что все плохо. Где-то все неплохо. О том, что, когда мы признаем, что все это плохо, как бы немножко уговорять нам, собственно говоря, что делать. Ну, можно, говори, там. Можно заниматься таким, concret, на том речении симптомов. Аспирин подкидывается и прочее, да. но... Ну, извините, болезнь, невылечимая, ну, как бы вы производите турниру, если не еще не отвечаете нам поставить тело двигать очень быстро? Нет, не отвечаю. Такие вот такие, очень очень пассивные timeframe. В том числе, это пассивная позиция, это неrete. В смысле? В том числе, это пассивная позиция,-то. В том числе пассивная Bazita', признать, что современные модели не работают? Вы признаете это честно? Я в том числе не-то нет. Нет, нет. Ладно, хорошо. Интеллектуалы, которые этим занимаются. Я сомневаюсь, что он не считает, что уже там все работает. Зачекать. Просто на это зачекать. А политики современной Европы мыслят электоральными циклами. Дело не в том, что они о них задумываются. Они просто на это не ввести. Они как скаблят это самое. Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. То есть проблема в том, что сегодня у них избирательные проблемы, а не в виде будущего. Давайте так. Если вы сейчас намекаете на то, что, например, сейчас скажу длинную правду, а потом еще раз вернусь к вопросу. Когда я читаю свой большой полустро-дневный семинар «Базовый курс по правам человека», очень многие люди потом говорят, слушай, есть у Кармы знаменитая книга «Как перестать беспокоиться и начать жить». Твой семинар, похоже, называется «Как перестать жить и начать беспокойство». Так вот, все мои семинары и лекции действительно про то, как перестать жить и начать беспокойство. С моей точки зрения у нас есть колоссальный предмет для беспокойства. И, с моей точки зрения, нет серьезных, ну скажем так, которым мы доверяли центрам, хотя бы попытки решения. То есть, если мы думаем, что где-то какие-то интеллектуалы сидят в Сарбоне или в Римском клубе, и где-то еще они знают ответ, я вас разочарую, не знают. Никто не знает. И это очень сильное разочарование. Знаете, по поводу, в том числе, расизма, такой маленький... Да, так вот, если вы скажете, что вы, Андрей, в общем, как это, хотите, чтобы мы, не давая никаких ответов и задавая каверный вопрос, хотите, чтобы мы перестали нормально жить и начали беспокоиться, говорят, да, я именно этого и забиваю. То есть, это моя цель. Это правда. Она такая, знаете, невротическая и антитерапевтическая. Ну да. Это правда. Я этого не скрывал. Вот. Сейчас мы вернемся к этому. Маленький, но не анекдот, а история из реальной жизни. В том числе про это. Значит, Чечня, вторая чеченская, по-моему, в 2001 год. И одна моя очень старинная подруга, в том числе она потом стала неизвестной подозрительной. Сами-то неизвестная фамилия. Работает в миссии в Москву и пенсионской группы по Чечне. Ну и регулярно там, в Чечне невозможно было в этот момент находиться, надо было въезжать со стороны Ингушетии, ну и возвращаться куда-то, потому что там просто война идет, там невозможно находиться. А когда ты въезжаешь, там у тебя шофер, ну водитель которого ты нанял, то вообще с водителем в горячих точках надо находиться в очень хороших оттанках. Потому что от него просто появится. Потому что от его любого подмигивания на КПП просто зависит тебе житель в мире. Контакт, к сожалению, с водителем нужно устанавливать хороший. Нравится тебе, он не нравится, но вы с ним должны быть в хорошем контакте. Иначе просто тебе жопа. И вот она едет, она еще в таком платочке, там не очень видно, что у нее неславянская. Но какая неславянская, непонятно, говорит она по-русски без акцента. То есть непонятно, кто она, что она, возможно с Кавказа тоже. Неважно. И вот они едут, и вдруг он спрашивает, а вы знаете, почему вся вот эта война в Чечне случилась? Ну она, естественно, не будет сейчас излагать все эти теории политологические. говорит, ну на принципах нет, не знаю. А он такой вот, душ, акцент. А случилась она вообще. Ну и в далекой-далекой Америке, на высокой-высокой горе Синай, сидят мудрецы. И вот эти мудрецы эту войну и придумали. Ну и, соответственно, моя знакомая, это человек такой европейский, рациональный, она думает, ну сейчас она не то что посрамит, но пытается логически как-то, значит, что-то поможет основать. И она говорит, вот скажите, а вот зачем мудрецам, в далекой-далекой Америке, на высокой-высокой горе Синай, мудрецам, которые правят миром, чем маленькая Чечня, вот в маленькой ее накапливке, вот реально крошечная там, ничего нет, на самом деле там нефти уже давно нет. Ничего там нет, зачем? И ответ истинно восточного человека посрамляет всю нашу бабушную логику на это. Почему я люблю эту историю? Он говорит, так на плане мудрецы, что нам не делают. Знаете, вот я могу сказать, что с моей точки зрения их там еще и нету. Вы видите, не только, мы не знаем, почему они сделали, а еще их там и нету, на этой высокой-высокой горе Синай, вот этих самых мудрецов. И это, конечно, такой смех сквозь слезы, но я действительно не знаю. Я могу сказать, что сейчас есть один человек, по поводу которого мне интересно, что он говорит про будущее. Всего один. После того, как Стив Джорс умер, у меня остался один. Илон Маск. Никакой не интеллектуал ни разу. Никакой не Принцовский университет, не Стэнфордский никакой. Вот такой предприниматель правительства. Вот что он скажет, мне интересно. Всё остальное я не знаю, где, кто о чём думает. ЦРУ о чём-то думает, ФБР о чём-то думает, КГБ о чём-то думает. Я не знаю, кто о чём думает. Я не знаю, где они думают, чем они думают, но вот то, что думает Илон Маск мне интересно. Я вижу, что они думают. А вот что думают о будущем другие, я не знаю. Всё, что я читаю в ООНовских документах, это тошнотворные, как это, тошнотворные правильные благоглупости. Там все правильно, но это тошнофорная благоглупость. И она очень такая скучная. То есть там нет ничего правительства. Там нет ни одной такой... Нет, понимаете, все идеи светлые, но они все на уровне того, чтобы стол, чтобы он не пачкался, желательно еще там покрыть какой-то пленкой. Да, конечно, это прекрасно, но это не решит вопрос в том, что тысячи детей вообще без столов и не могут вообще учиться в школе. То есть ваша идея, что она покрыт пленкой, отличная, гениальная, но из нее ничего не следует. Она неприменима. Там, допустим, в Африке дырнее Сахары. А других идей нет. То есть они все правильные. Когда я говорю, модели не работают, в смысле глупые люди предлагают плохие решения. Умные люди предлагают неплохие решения. Просто они почему-то не работают в современном мире. Вот в этом проблема. Почему они не работают, я не знаю. То есть по отношению, например, к каким-то территориям, где ее много бывает, я могу сказать, почему эти модели не работают. К тем территориям, где я не был, я ничего не поймала. Вот просто ничего не понимаю совсем. Я был только два раза в ЮАР. Вообще на континенте, ну, по-праводачи не было. На континенте я был ни разу. Даже в ЮАР не было. Даже в Северной Африке. Вообще не представляю, что там происходит. То есть настолько не специалист по Африке, что просто так же, как в Южной Азии никогда не представляю. Что там происходит. Ни Бургаладеш, ни Таиланд, ни Ян. Ничего не понимаю. Интересно? Наверное, интересно. Но я вряд ли что-то разумное скажу. Понимаете? Если, то есть, смотрите, если вы говорите, что позиция, типа, все плохо, я все раскритиковал, но не знаю правильного ответа, эта позиция не очень хорошая, я могу сказать, что это, наверное, не очень хорошая. А я не знаю, что с ней делать. Если я не вижу правильных ответов, я должен либо заткнуться. То есть, словно не согласен возражать, возражаешь и предлагают. А я не уверен, что если ты возражаешь, то обязан предложить. То есть, иногда очень большие открытия совершают люди, которые всего лишь возражали тому, что предлагали. И не знали ответ. Ну, не знали, а другие находили ответ. Видимо, я не принадлежу к тем людям, которые, как Илон Маск, готовы предложить ответ. Нет, Господь не дал такого мозга, такого пробития. Но то, что что-то не работает, я вижу. И мне моего аналитического интеллекта хватает все это раскрыть, проанализировать и понять, что это не работает. Ну, до конца, наверное, многих механизмов я тоже не делаю. Ну, вот я поэтому вас, конечно, совершенно не успокоил, только расстроил, но я ничего другого сделать не могу. То есть, дело в том, что я действительно так живу и так мусью. То есть, это не... Ну, короче, это не заученная такая реакция. Реприза, да. Я действительно... То есть, вот как я сейчас с вами разговариваю, с ним совсем залом, да, я регулярно так и разговариваю в своем офисе, с нашими коллегами. В своем Воронежском доме, так сказать, я там вообще родом небольшого провинциального города. То есть, это не... То есть, это блок моих ежедневных размышлений, а не каких-то вот таких вот публичных заявок. И да, мне, например, очень грустно от того, что я не знаю ответов, я не знаю тех, кто знает ответов. Просто их не знаю. И лично не знаю, и через пять рукопожатий не знаю. Ну, вот как-то так. Я думаю, что вообще уже прям времени ужасно много, да? Уже прям с диком, ну, пора уже завершать, да? Да, мы можем поговорить. Ну, мы можем завершить официальную часть, если я никуда не... Да. Прям вот немедленно там, знаете. Я бы хотел даже завершить, сейчас, наверное, попробовать завершить официальную часть. Я хотел бы сказать огромное спасибо хотел бы поблагодарить Андрею за то, что удалось на это время и приехать, для того, чтобы... Мне кажется, очень важные вещи, которые были сказаны, это о том, что ответы надо находить, но ответы сложно находить, когда они задаются вопросы. Например, у меня часто складывается впечатление, что Беларусь, ну, в публичном пространстве, да, живет в реально пузыре каком-то по целому ряду вопросов, которые касаются экономики, эмиграции, всего, да? И профчерты в том числе. И в связи с... И из-за этого отсутствуют исследования, да? Не пишутся работы какие-то, они не находят признания, и в том числе отсутствуют публичные дискуссии на эти темы, что могло бы способствовать, да, находить ответы и пытаться как-то разрабатывать, ну, находить решение. На нашем хотя бы, ну, локальном уровне, может быть, призвать кому-то решать таким способом. И... Я сейчас прокомментирую. Да. Да, я вам прокомментирую. А это мой твиттер, куда я иногда что-нибудь пишу. Я в том числе, как человек, который не умеет ничего писать, то 40 символов для меня как раз идеальный вариант. Больше я просто... Например, в Facebook ничего не пишу, потому что там много надо. Там много букв, я не читать не могу, не писать. Там просто вот с тылом пост из одного абзаца читаю. Вот. Но в Facebook зато я отвечаю в личку. Вот. Единственное, я сразу могу сказать, что если вы просто пытаетесь... Ну, я вот тут написал, как я там выглядел вам, или я делаю... Чем-то, 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 чем-то... Ну, это просто, чтобы найти имя на меня, там, несколько Андрей Кюрова. Я могу только одно сказать, что если вы попытаетесь меня просто за фрейм, я вам точно не отвечу, потому что у меня там, чем-то, чем-то, когда я точно отвечу. Если мне не написать, я никак не смогу найти, потому что просто незнакомых людей я никогда не одобряю. Это очень жесткий принцип безопасности. Причем не моей, а других. Ну, потому что я занимаюсь довольно сложным делом, иногда в горячих точках, и для меня это вопрос просто безопасный.